Всем привет, это подкаст UwebDesign, сегодня 28 марта 2016 года, выпуск номер 76. Всем привет. У нас есть для вас, как всегда, несколько громких тем. Истинное лицо Дональда Трампа. Кризис ожирения сайтов. Смерть Инстаграма для держателей брендов. Погнали. Ну слушай, я как-то про Дональда Трампа-то не сильно интересен, он не услышит нас. Ну, я не знаю, главное, чтобы он услышал про сногсшибательный хостинг, которым мы пользуемся. Я думал, ты от Инстаграма как-то подведешь, но от Дональда Трампа еще прикольнее. Давай послушаем. Мощные и надежные виртуальные серверы – это выбор настоящих веб-профессионалов. Хостинг-провайдер SmartTape.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надежным и мощным оборудованием. А слепительный комьюнити-проект UwebDesign рекомендует услугу «Аренда ВПС-сервера», которая предоставляется для ваших высоконагруженных сайтов на высшем уровне. Пум-пу-рум, и давайте перейдем к темам непосредственно. Первая тема – как задизайнить брендовую айдентику. Так. Creative Market, они большое количество постов стало снабжать крутыми инфографиками. Это как раз одна из них. А мне кажется, или они просто больше как-то стали в блог постить? Да, как тебе сказать, там на самом деле почти каждый день есть статья, мы просто больше стали брать оттуда тем, потому что они сочные и вкусные. Так, здесь автор, а просто автор Creative Market. User ID Admin, да. ID 1 я имел в виду. Короче говоря, они пишут, что мы тут недавно иногда рассказывали просто прям по шагам, как сделать брендовую айдентику. Потом они написали книгу, здесь есть даже ссылочка, типа, ну бесплатная, естественно, как обычно, замануха книга. У них здесь еще есть курс, видеокурс, я так понимаю, он уже платный. Но есть 20% скидка, ну ладно, даже не то чтобы реклама, а просто инфографика прикольная. Так. И Герин Ламсон сделал или сделала, я, честно сказать, не знаю, мужик это или женщина, но можно, наверное, нажать. Но... Там, между прочим, сразу открывается слэш-шоп. Да, слэш-шоп. Да, это мужик. Да, да, там такой... Я так понимаю, можно сразу у него купить там по 7 баксов. Ну, у него... Creative Market это же площадка для продажи всяких ресурсов. И вот у него там шрифты. Ну, и не только шрифты есть, всякие botanical silhouettes. Блин, там векторные растеницы. Ну, это классная штука, мне Creative Market очень нравится своей самобытностью. Тут все ресурсы какие-то прикольные, они прям крутые. Ну, ладно. Так. Все-таки это не реклама, еще раз повторюсь. Жаль, что, да. Жаль, что именно мне платят, так бы искренне звучало и круто. Так вот инфографика. А как же задизайнить брендовую айдентику? Или идентичность? Нам сейчас будут, как обычно, говорить, что это там не визуализатор, а визионер. А оно идентичность, я думаю. А я думал, это именно идентификацию, типа, что твой бренд идентифицирует среди остальных. Вот. Ну, так идентичность это и означает. Идентифицируемый означает идентичность. Идентифицируемость это мера идентичности. Я просто думал, знаешь, идентичный и натуральным это, наоборот, такой же. Ну, нет, здесь именно... А-а-а-а-а. Дерьмо. Значит, может, и идентифика. Хрен с ним. Короче, как бренд крутой за дизайн. Так. Во-первых, сам бренд. Бренд это набор ожиданий, памяти, историй и каких-то отношений, которые вместе с друг с другом побуждают вашего покупателя или вашего пользователя выбрать именно ваш продукт или услугу. То есть, это набор именно каких-то эмоциональных вещей. Это нечто неосязаемое. Видите, на голову показывают человек. Причем здесь даже такое бесполое существо, вроде как бы женщина, но уже и мужики такие есть, я думаю. То есть, это даже не то, что логотип какой-то отдельный или какая-то цветовая гамма. Это именно бренд. Бренд это именно набор вот как бы чувств. А идентифика, идентичность, это как раз визуальные, так скажем, знаешь, как социальные институты говорят про конкретные группы чего-то там. Вот здесь визуальные институты практически, которые вашу компанию определяют. То есть, это стилевые гайдлайны, например, там, цвета, формы и так далее. Ну да, формы, размеры, которые именно отображают ваше корпоративное лицо, так скажем, в широком смысле. И лого, это логотип, это как раз самая центральная идентифицируемая визуальная часть, которая помогает клиентам, вашим покупателям, гостям понять, что вы это вы. И запомнить как бы ваш бренд. То есть, так скажем, чтобы вот этот бренд, то, что здесь первым пунктом, донести до человека, используется и идентичность, и логотип. И это и является, так скажем, индикатором бренда в голове. То есть, в голове, так сказать, если бы все бренды были по папочкам разложены, то закладки были бы логотипами тех цветов, форм и размеров, которые указаны в стилл гайде. Так. Ну, короче говоря, нам рассказывают, что вот прежде чем делать что-то, вы должны провести ресерч, придумать видение и задизайнить бриф. Это ведь несколько фундаментальных вопросов, а именно семь. Как ваш бренд будет конкурировать против конкурентов, простите за тавтологию? Какое у вас заявление, девиз для позиционирования? То есть, там, не просто там мы лучше, чем у всех, а мы там самые искренние, как вот у нас в YouTube Design, вот мы самые искренние ребята, и уважаемые зрители, и слушатели, вы, я так думаю, об этом знаете. Какое у вас наследие у продукта и какие истоки? То есть, вам нужно придумать какую-то легенду. Ну, и даже не только придумать, а просто сказать, мы там сидели в кафе. Science 1799 год какой-то. Пиво. Да, да, и так далее. Я опять к YouTube Design хотел привязать, а ты как-то в пиво ушел. Ну, нормальная тема тоже. Там какой-нибудь рецепт 1561 год. Уже давно не этот рецепт. Да. Уже там давно соевое пиво. Уже умер тот Иванов, который. Естественно, но тем не менее. Следующий вопрос. Кто же ваша аудитория? И где ваша компания будет с ними контактировать? На каких площадках или вживую, или как-то еще? В зависимости от того, какая аудитория. Если это бабушки, то на рынках вам надо с ними контактировать. Если это хипстеры и тинейджеры, то в Инстаграме, про которые сегодня еще будет речь. И шестой вопрос. Какие же у вас цели и убеждения? И не только у вас, а какие цели и убеждения бренд ваш несет по ходу своей миссии в мире и своего бизнеса? То есть, ну, если мы говорим, что мы самые искренние, то честность, открытость должен наш бренд нести. И мы, как его лица, должны как-то это показывать. С пилом та же история. Я так думаю, если мы будем продолжать нашу аналогию. Ну да. Ну и какие... Все время забываю, как переводится слово benefits, хорошие черты ваши... Какие плюсы ваши покупатели будут ассоциировать с брендом? Ну, короче говоря, из каждого вот этого вопроса нужно выбрать ответ, так скажем, и понять, какая у вас есть аудитория, какой у вас месседж, какие цели, какая миссия и какие вы будете продукты и услуги предоставлять. Кроме этого, естественно, не стоит забывать про бюджет, про расписание, в какими порциями будут выходить там те или иные апдейты или там вы будете выкатывать новые штуки. То есть, я думаю, вот если говорить про Apple, про которых тоже у нас сегодня будет несколько тем, ну, так, одна большая, так скажем, ну, или несколько маленьких, они, я думаю, наперед на пару лет знают, как у них и что будет выходить. То есть, ну, хотя бы в общих чертах. То есть, там могут быть, конечно, какие-то технические факапы, о которых мы тоже сегодня еще поговорим, но в общем и целом они примерно, я думаю, понимают, куда они будут двигаться в какой момент. Ну и другие практические вещи. Что касается логотипа, многие дизайнеры сначала делают скетчи десятков или сотен на бумажке, а потом выделяют лучшие и их переводят в цифру и уже выбирают, там, непосредственно играют с цветами, там, с текстурами. Ну, то есть, куча всякого. Ну, мы привыкли делать примерно так же. То есть, с бумаги начинать она всегда круто. Мы на Трихаусе, я смотрел курс про создание логотипов, и там чувак такой, типа, мне вот многие говорят, учитель, прибедняется, что, типа, а как я могу вот сделать набросок, я же не умею, там, рисовать. Типа, если есть руки, значит, умеешь. Если есть рот, ты имеешь. Да, да. Окей. А это, подожди, это Мэтт Хельм? Да, это Мэтт Хельм, именно он так и говорил. Он, кстати, теперь в Гугле работает. Ну, я знаю. Да, ты, кстати, помнишь. Так вот, Identity System, система именно, как, ну, вот здесь именно про идентику, то есть, здесь именно про swag, если угодно, там, бумажки, как именно ваш логотип на каких репрезентативных вещах будет выглядеть, какой на него будет сделан акцент и так далее. Style Guidelines – это гайдлайны стилевые, в смысле, шрифты, цвета, использование логотипа, знаешь, там, большой логотип, логотип с текстом, маленький, то есть, адаптивные вот эти всякие штуки. После этого нужно мониторить ваш бренд на разных площадках и делать своевременный ребрендинг. Если вы видите, что ваша аудитория мельчает или там даже не столько мельчает, сколько там стареет, то вы должны уже ориентироваться на вновь постаревшую аудиторию свою, так скажем, и как-то более серьезными становиться. То есть, это, например, музыкальных групп очень часто касается. Они растут вместе со своей аудиторией, и, как бы, их творчество, оно уже не такое безрассудное, там, как в начале, которое было написано, там, под наркотиками тяжелыми, а уже как-то более такое... Под легкими уже. Уже под легкими и философское. Ну, они здесь пишут, естественно, а ресурсы для вот всего этого дизайна можете посмотреть на крейтинг-маркете. И вообще у нас есть, типа, крутой урок по дискаунт-коду skills, можно 20-процентную скидку получить. И вот они, типа, 6 книг-то нам советуют, на которых можно это все прочитать, но в целом вот мы, я думаю, донесли до наших зрителей и слушателей суть. Понял, да? Да. Донесли? Как ты думаешь? Мне просто понимаешь, в чем суть? Давай. Я вот вообще по всей этой теме хочется вот спросить у тебя просто, как ты считаешь, что первично, курица или яйцо? Вот, допустим, я сижу со сраным брендом, ну, у меня вообще все плохо, вообще никакое лого, ничего нет у меня, но охрененный товар, продукт, который я поставляю, да? И сидят чуваки с плохим продуктом, но с охрененным лого-брендом, что будет как бы более выезжать, так скажем? Так, а охрененный продукт, по твоему мнению? Нет, да, нет, по всему, то есть люди как бы тянутся ко мне, к моему продукту. Люди к тебе дотянулись уже, если у тебя ни лого, ни хрена. Да, у меня все плохо, то есть у меня с рекламой плохо, потому что у меня нету ни бренда, ни хрена, а у тех чуваков все хорошо с рекламой, но у них продукт хреновый. Продолжим тему прошлой недели, то есть ты цыганин, который торгует героином. У тебя нет как бы логотипа, запрещенным в Российской Федерации, естественно, я говорю. Нет, нет, я какой-нибудь, знаешь, вот наши челябинские ребята какими-нибудь автозапчастями торгуют, и у меня ни хрена нет, но я хорошими автозапчастями торгую, точно, это 100%. Ну, если ты захочешь скейлиться, так скажем, то, скорее всего, тебе надо бы задуматься над брендовой айдентикой или идентичностью, мы здесь не определились, и ты сможешь и со своей аудиторией уже существующей выдать больше. То есть если это какие-нибудь подсеки, начни писать на DriveToRU статьи, как ты меняешь колеса у себя. Фотографировать каждый кейс, где чувак даст согласие на то, что ты будешь его фотографировать, там и описывай. А если ты хочешь экспансию проводить на другие части аудитории, то ты уже должен там выходить в интернет. Ну, тут как-то, да, страницу в Инстаграме сделать, свои странички на монтажке. То есть это тут зависит от задач. Ну, вообще, прикольно у нас с тобой диалог получился. У нас, в принципе, неплохие диалоги получаются. Кстати, пишите, ставьте лайки, пишите отзывы в iTunes, там, на YouTube. Так вот, следующий пост на Design Shack от Керри Казинс, как мы привыкли, 7 UX-подсказочек, которые вы, может быть, даже и не рассматривали для себя. Не думали про это, да? Да, она говорит, что настоящий юзер-экспириенс начинается в самом начале дизайнового процесса. То есть это не то, чтобы ты все сделал, вот в конце, оп, капелька UX. Как, знаешь, как приправа в конце лаврушечку добавила. Нет, лаврушечка с самого начала должна быть в супе, чтобы все пропитать соками своими. И поэтому рассмотрим 7 как раз таких вещей. Фокусируйтесь на 20%. Ну, тут мы все слышали про правило 80-20, что, если говорить по существу, то, вкратце, 80% юзеров, то есть большинство, используют всего лишь 20% вашего сайта. Ну, то есть, грубо говоря, 80% юзеров к вам приходят тупо за контентом. Они даже, ну, они нагуглили там, как подвинуть там говно на 20 пикселей вправо. Они зашли к вам, читнули и вышли. Они даже не посмотрели, что вас на сайт-баре предлагают подписаться на супер-рассылку, предлагают бесплатно скачать супер-книгу и зайти на другой ослепительный канал на YouTube, где вы играете в компьютерные игры. Вот эти 80% об этом даже не узнают. Кстати, в большинстве статей вот таких вот, таких, как сказать, мотивирующихся, так говорят, что не забывайте, что те 20%, которые смотрят 80% вашего сайта, они вам больше денег, скорее всего, занесут, поэтому непонятно, на каких из 80-20% фокусироваться. Но она здесь пишет, что важны вот те 20%, за которыми все к вам зайдут. То есть, именно контент у вас должен быть там крутой, хорошо выстроен там и так далее. И наиболее понятен, хорошим шрифтом. То есть, допустим, есть у вас, ну, как вот у них на дизайн-шеке, сама статья практически по центру экрана. Она, конечно, левее. Но с учетом того, что мы читаем по букве F, самое смешное, что я уже привыкаю, что нас будут скоро снимать скрытые камеры. Так вот, и я показываю на ноутбуке буковку F вот так вот. То есть, оно и нормально с левой стороны, и все, и ничего не отвлекает. Большинство юзеров зайдут эту статью, и даже не увидят портрет Керри Кадзинс справа. Ну, кстати, да. Хотя казалось бы. Ну и вот. Поэтому она говорит, поймите, что самое главное на вашем сайте, и в первую очередь развивайте именно этот аспект, а потом уже будете выдрачивать анимации в навигации, которые большинство людей даже и не увидят. То есть, она сразу не говорит, что не надо тебе 80% перетягивать, как бы, на сторону 20. То есть, не надо... Это бессмысленно, потому что они уже... Это каким-то там... Либо чуваки, у которых дедлайн горит, как в сентябре, и им надо быстро узнать, как хреновину какую-нибудь сделать, подвинуть там и так далее. А уже, если по какой-то непонятной причине они заинтересуются вами и вашим контентом, они уже посмотрят на оставшиеся 80%, Ну и там уже, как бы, они уже с интересом это смотрят, и уже там не так важны всякие шероховатости, хотя они тоже везде важны. Думайте архитектурно. Ну, здесь она имеет в виду, что нужно с самого начала продумать хороший фундамент, так скажем, подумать о скейлинге, хотя бы с задней частью мозга, подумать, что, возможно, потом надо будет расширяться. Я имею в виду задницу. Да, 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 то есть задница. И все-таки придумать, как построить систему, которая способна расширяться. У меня здесь создай свой сайт бесплатно, VIX прям на полную. Да, не просите слишком многого. В том смысле, что, ну, она простой пример показывает на фарме. Вот не надо 10 полей, имя, имейл, город, штат, страна, телефон, твиттерный там, юзернейм и так далее. Это тупо юзеров отвлечет. Это, кстати, и касается просто, допустим, ты зашел на главную, тебе сразу 100 попапов, во-первых, всплывало, во-вторых, у тебя сразу follow us тут, подпишись на ньюслеттер. Это тупо. Покажите сначала контент, а где-нибудь внизу уже покажите эту хрень. Поверьте, конверсия, может быть, будет на 0,010 меньше, но те юзеры, которых вы сконвертируете, более лояльные уже, будут по умолчанию. Поэтому тут надо, важно понимать, какие цели. Она говорит, ну, если где-то о форумах, то типа sign up with Facebook будет значительно проще, потому что он с Facebook всю инфу подтянет, для юзера это удобно. Мы же про UX здесь говорим. Четвертый пункт, удивляйте и, так скажем, давайте хорошее настроение, это я по-русски сейчас сказал, давайте хорошее настроение вместе с микро взаимодействием. Мы неоднократно об этом здесь говорили, то есть, ну, она приводит примеры такие, уведомления о сообщении, какой-нибудь выпрыгивающей, будильничек, лайк или фоллоу на социал-миди, я чё-нибудь хоп затряслось, там показалось, и всё прикольно. Ну и она, она почему-то и вернул, приводит в пример. Кстати, да, который мы недавно говорили, что он загибается, или мы с тобой это? Мы здесь, да, мы с тобой, но не то чтобы недавно, мне кажется, я ещё даже не переехал, то есть тут полгода уже как минимум. Ну и хрен бы с ним, короче говоря, микро взаимодействие, не помню, какие там есть, хотя я им не сильно пользуюсь, но тем не менее. Хотя, может быть, она показывает вот ADD Shortcut, вот там в сайдбаре, Make Easy Enough for a Toddler. Toddler это сосунок, ну смотри, короче, это ребёнок, который всё ещё ползает. Вот как это по-русски сказать? Ну сосунок мне понравилось. Грудничок, ну сосунок, это даже в доте сосунки есть, понимаешь? А тут именно грудничок. Окей. Сделайте, чтобы было легко даже для грудничка, и поэтому она говорит, типа, ну, чтобы большие заголовки, но не в смысле гигантские, а в смысле большие и понятные, и большой и понятный experience. Вот здесь скриншот какого-то статуса, видимо, это фирма, которая делает наушники. Есть три кнопки, магазин, about, contact. И тут тоже, хоп, суперкрутые, performance and nothing else. Всё, shop now, does, видос, всё понятно. Tap or click. Здесь она говорит о том, что мы должны не забывать, что если юзер пришёл с телефона, то мы должны ссылки как-то покрупнее сделать, чтобы утапать было удобнее. И она говорит, здесь опять же, посмотрите и про ползунков, опять же, про, как я сказал, грудничков. Короче говоря, должно быть понятно и надо не забывать, что на разных устройствах немного разные правила относительно accessibility. Так. Седьмое, последнее, думайте как юзер. То есть как грудничок. Опять же, да, как грудничок. Но мне почему-то сразу вспоминается про охоту, думай как дичь. Или там, думай как крыса, если хочешь поймать крысу. Помнишь, в Бесславных Ублюдках? Да, да, да. Там вот. Хотите поймать евреев, думайте как евреев. Ну и вот здесь то же самое. Она говорит, конечно, довольно сложно, особенно если вы, в том примере, мы тоже тут приводили, типа, как вот у вас там купить? Да это легко, вот заходишь там в меню, жмешь 15-й пункт, там 6-е ответвление справа и вот купить. Но только если ты этого не знаешь, ты это не найдешь просто никогда. Короче, вывод такой, читайте статьи на дизайн шеки и все будет у вас круто. Реально, здесь примерно такое и есть. Ну да. Следующая тема про дизайн, еще одна инфографика от Creative Market, я их тут чередовал, чтобы как-то поинтереснее было. И тут на самом деле она более практическая, а именно лучшие способы уменьшить размер файлов в фотошопе. Опа! Внезапно, да, такие прикладные штуки. И здесь сразу такая шуточка, типа, чувак, ты отвратительно выглядишь. Да, я набрал 50 слоев этим летом. Круто, круто. Да, так вот, здесь есть несколько прям крутых тем, я даже для себя подчеркнул. Не знаю, правда, некоторые не очень объяснимы. Здесь, кстати, сразу дисклеймер, что, вы как бы это, прежде чем пробовать, вы сделаете бэкапы, чтобы там себе ничего не порушить, не сломать. Ну, и он не говорит о том, что вот вы присылаете клиентам своим PSD-шечку, или не клиентам, а просто в онлайне продаете PSD-шечки, как на Creative Market, например, они все свое. Вы, типа, подумайте о том, что вашим там юзерам это скачет, 200 мегабайт фотошопного слоев. Первый пункт. Сделайте сплошной цвет, вот цвет, цвет, залейте целый слой поверх слоем, фу нахрен, цветом сплошным. Ага. До 46% уменьшит размер файлов. Какого хрена, я не понимаю. Ага. Но, видимо, как-то, чтобы предпросмотр не рендерить, того, что под ним, видимо, каким-то таким хреном, но вот да. Какие лайфхаки, какие рассказывают? Я согласен, они прям открывают Америку, некоторую, дизайнерскую Америку для нас открывают, наркотики. Так вот, и только, видишь, тут говорят, позаботьтесь о том, чтобы тот, кто купил вашу PSD-шечку или ваш клиент, знал, что надо скрыть белую бумажку, а то иначе, как бы, ну, какого хрена. Второй пункт. Оставляйте только нужное, то есть, всякие скрытые слои, которые вам были нужны, как подложечки, там, и так далее, не забывайте, типа, их чистить. Это только вам понятные и нужные заметочки и всякая хрень, нахрен их убираете. Merge Flatten Layers, здесь тонко. Некоторые слоя, можно, слоя, слои можно совмещать в один, если там, ну, как бы, нет никаких наложений, это удобно. И, а некоторые и вовсе уплощать, то есть, сделать их плоскими, то есть, в картинку, практически растеризовать, только здесь, что касается слоев, делают Flatten. Ну, оно и понятно, то есть, ты, грубо говоря, уменьшаешь, редактируя ему, если ты это сделаешь, ты не сможешь это отредактировать потом. может быть, грубо говоря, это как сжимать скрипты в продакшене. Вот здесь ты тоже примерно все сжимаешь в продакшене, и, если это какие-то именно картинки, которые, это, практически, для демонстрации, тут их можно сжать в одну, там, скрипить и так далее, и все. Так, то же самое про маски. Вот, допустим, есть у тебя большой бэкграунд, но он у тебя виден только в двух, там, пулевых дырках, которые ты масками, там, вырезал. Ага. Ну так ты нажми Apply Layer Mask и вырежи из исходного бэкграунда только эти две дырки, и они будут храниться и значительно меньше, так скажем, места занимать, потому что это всего лишь две дырки, а не полная подложка с ансплэши 6-мегабайтовой, которая сзади там лежит, и это. Угу. То же самое можно кропать. Все, что выходит за размер самого документа, а у меня вот так часто в цитатах картинки бывают, я их, правда, там не храню, а убираю потом, но можно кропать, чтобы концы вот эти, которые торчали, не торчали больше. Угу. Но суть в том, опять же, что нужно не забывать о том, что если вдруг потом тебе надо будет уменьшить, то ты уже концы-то обрезал. То есть это, это нужно делать в продакшне в основном, но я думаю, те, кто работают сейчас с фотошопом, и зрители, и слушатели, мы про слушателей тоже не забываем, они поймут, о чем мы говорим. Растеризовать смарт-объекты, это то, о чем я говорю, если вдруг вы что-нибудь с люстратора встроили, и уже точно знаете, что вы этот сурс не будете трогать, можете просто растеризовать здесь, и все, и нормально будет. Иногда, иногда, для того, чтобы не дублировать какой-то слой, не совмещать их вдвоем, можно просто adjustment layer сделать, кривые подергать, как это на сленге называется. Вау. Вот можно просто подергать кривые, и это будет храниться просто как там какая-то битовая информация, в отличие от того, если вы сделаете дубликат слоя, как-то их совместить, и будет досвидос. Так что, ну слушай, мне кажется вообще в каких-нибудь, вот на креатив маркете, я не знаю, ты когда выкладываешь свой PSD файл, грубо говоря, там наверняка есть какие-то свои правила, типа там, закрывать все вот эти вот контуры, знаешь, вот эта вся тема. Сколько я видел разных сурсов, правила может есть, но их хрен кто соблюдает. Ну то есть не все. Возможно, не в последнюю очередь из-за этого они эту инфографику и подготовили, потому что здесь в конце, вот так скажем, посыл, типа, а не сконфузить ли это покупателя, и тут написано, вы как бы думаете, что вот вашим покупателям нужно будет потом редактировать, это вы типа не убираете, а так в основном вы уменьшаете то, что можно уменьшать. Ну вот, кстати, насчет вот первого, где, что может сконфузить покупателей, например, верхний слой полностью залитый однотонным Solid Color, да, я думаю, если чувак скачивает толстую какую-то PSD, он уже готов, что там будет сейчас мясо и надо будет разбираться в этом, то есть он скачивает там 70 мегабайт. Ну, грубо говоря, это конечно же не значит, что если он будет скачивать это же в 40 мегабайт с белым дерьмом, это его не обрадует больше. Ну да. То есть тут, тут тонко, непонятно, как предупреждать, но может быть в принципе сейчас все в комментариях напишут, да вы что, чуваки, все-все же так делаем как бы уже давно, вы что, а ой-то нахрен сконфузит. Хотя, честно сказать, я пару раз всего лишь видал, я думал, нахрена. Ну, но, но вот да, для этого, видимо. Так что вот такие у нас подсказочки для всего, и тут дальше у нас статья с виси.ру. Там причем что-то круто про дисней. С висер.ру хочется сразу сказать. Да, здесь про дисней, здесь говорит о том, что австралийский, ваш интерфейс не фильм диснея, это заголовок. Причем здесь, смотри, два вида кавычек используются. Я вижу. Потому что так, так же должно быть, да. Нельзя же две ёлочки сразу. Австралийский дизайнер Софи Пакстон опубликовала в своем блоге на Medium колонку на Medium. Колонку о том, почему нельзя злоупотреблять анимации, как подобрать нужные эффекты, почему между анимацией интерфейсов и диснеем нет ничего общего. Ах, в этом смысле не фильм диснея. Ну, в том смысле, что не надо, что у вас тут американские горки все там брякало, брякало, окренякало, и да. Так, а как же эти микровзаимодействия? надо не заигрываться. То есть, надо знать честь. Ну, здесь расшифровано, потому что автор блога о дизайне интерфейсов Максим Шайхалов подготовил для vc.ru перевод заметки. Пожалуйста. Так вот, один из наиболее... Один из наиболее очевидных признаков компетентного дизайна — сдержанность интерфейса. Речь идет о знании возможностей выбранной платформы, на неиспользовании их пока не возникает идеальный момент для этого. Короче, грубо говоря, нажно. Нужно знать, что ты можешь сделать какие-то анимации, но не злоупотреблять этим, как ребенок, который впервые в PowerPoint-е открыл для себя анимации, и у него каждый элемент если провести аналогию с презентацией, провести, то вот только какой-нибудь на некоторых слайдах на самых важных заголовок там падает как-нибудь, типа бум-бум. Знаешь, как у Apple, когда цена на следующий iPhone дешевле становится, у них заголовок прям бум-бум падает и еще вытесняет предыдущий. Типа, помните у нас iPhone стоил от 699 баксов? Бум! Теперь от 499. Вот там есть нужда для анимации. Но если бы у них в каждом стайле слайде было такая анимация, то не было бы вот этого эффекта бум-бум, который я опять здесь изображаю. Да. Ну здесь он показывает неудачный пример. Посмотри, гифочка, и там все в анимации, все как-то досвидос. Ты не очень понимаешь важность-то в чем, так скажем. Да, то есть ничего не выделяется. Да, но все анимировано, и ты как бы теряешься о том, это деснификация, так скажем, интерфейсов. Практически, возможно, как-то Софи Пакстон придумал этот термин, я не знаю, но да. И здесь сразу тезис, анимация как проклятие, если вы перестараетесь, она потеряет все свое влияние. Ну слушай, вот тут сразу можно сказать, мы же дохрена в паблике выкладываем всяких готовых анимаций, сделанных на CSS, на JavaScript, на всяком, и чуваки могут заиграться, они могут все это взять, использовать, подумаешь, что это круто, и вообще, и, во-первых, заиграться с тем, что у них будет все весить дохрена, у них там будет куча джей-джей-джей-джей-квери и т.д. и т.п. Ну у нас про это тоже сегодня будет тема прям провесить дохрена, но это значит, что они плохие дизайнеры. Согласишься. Не стволы убивают людей, а люди. Ты же сам понимаешь, что мы как торговцы оружием, нас никак не должно угрызение совести, мучить. Да, да, да. Да. Принципы анимации. Я слышал, что некоторые дизайнеры интерфейсов предлагают принципы анимации Disney как обязательное чтение для своих коллег. К сожалению, это помогает продвигать идею интерфейса как развлечение, а это неизменно приводит к замедлению взаимодействия пользователя и интерфейса. В общем, тезисно. Вот некоторые простые принципы, которые работали хорошо для меня, отличный перевод, работали хорошо для меня, и которые я рекомендую. Софи Пакстон, напоминаю, пишет. Умейте обосновать использование каждой анимации с точки зрения пользы для пользователя. Это выглядит прелестно, не подходит. Короче говоря, польза ориент анимации должны быть. Если никакой пользы подпрыгивание не несет, то и в печь такое подпрыгивание. Пес с ним, я бы даже так сказал. Сохраняйте продолжительность анимации менее или равной 300 миллисекундам. Это мы неоднократно здесь говорили, я просто это помню тоже как факт и всегда советую. Избегайте линейных анимаций. Это делает движения медленными, неинтересными и механическими. Это мы тоже всегда говорим, что надо из-ин и из-аут, которые я всегда голосом пытаюсь обзорить. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. 99% анимации должны состоять из простых иизингов из-ин и из-аут. Смотри, с языка сняли. Но я на самом деле готовился к этой статье, я знал, что так будет, но да. Вам редко нужны более экзотические анимации, такие как Spring, Bounce и так далее. Ну, короче, вот, чтобы оно там, знаешь, вот так вот вылетел какой-то заголовок, бум-бум-бум-бум-бум, и попрыгиваешь. Вот это все бред, это нахрен не надо, это только так. Детям рекламировать мороженое, естественно, а бабам цветы. Некоторые примеры UI, причем здесь хорошие примеры. Уведомления, то есть, хоп, слайдится couldn't save, а по повторному нажатию на втором примере couldn't save дергается, если угодно. И еще раз показывает, что все-таки это, но, что ты два раза-то кликаешь, дебил, не может сохраниться. Круто. Да, и здесь она длится только 300 миллисекунд, как говорится, и здесь небольшая проблема, потому что в результате этого текст сообщения появляется в течение 100 миллисекунд после начала появления красной карточки. Здесь тайминги нужны. То есть, надо синхронизировать, чтобы это все там не накладывалось в одну секунду, а так постепенно и прикольно. Пример выше, а, ну это вот второй, да, то есть трясется текст, и понятно, то есть дополнительное, так скажем, обращение внимания пользователя. Расширяющаяся карточка. Здесь довольно прикольный пример. То есть, вот у нас есть список, мы на нее жмем, она хоп, появляется. И, обратив внимание, крестик еще дополнительно слайдится. Он не сразу появляется, а спустя там еще 100 миллисекунд докатывается. Докатывается. И он нам, когда мы уже поняли, что карточка расширится, он нам, докатываясь, показывает, что, а, ее можно закрыть и вернуться туда. И у нас нету вот этого ощущения, блин, я сейчас это открыл, а как вернуться, я не смогу. Мы можем тут нажать, и это, докатывается. Мне понравилась формулировка, вот, да. Иерархия важности. Он говорит, не забывайте, что кроме анимации, нам в интерфейсах самое важное, это показывать иерархию. Либо с помощью заголовков, выделяя или делая текст полужирным, используя цвет, как следствие контраста, там, цветовую теорию и так далее. Используя формы и образы, формы и размеры, как ты говоришь. Используя движение. Анимация это только пятый пункт. То есть, в первую очередь, у вас должен быть самодостаточный интерфейс и без анимации. А движение это только вишенка на торте. Охренеть, диснефикация. Да, полная. Функциональная анимация против эстетических. Против, я как-то скартавнул сейчас чуть-чуть. Анимация ради анимации является почти всегда плохим дизайном. Понял, да? Ну да. Я не понимаю, почему на vc.ru, вот на эти тессисы, мое любимое микровзаимодействие, они внедрили, при клике твитнуть именно вот этот лозунг и ссылку на статью. По-моему, это было бы вообще шикарно. Если редактура нас слушает, а я буду себе надеяться, что нас все слушают, даже Трамп, то примите себе на заметку. Но они пишут, что вообще вот эти, даже эти 300 миллисекунд, на самом деле, это полное дерьмо. Вот если у вас самолет и куча, ну тут прям прикольно, куча всяких тумблерочков, там кнопочек. Вот представляешь, на каждую нажать и только через 300 миллисекунд будет. Ты, скорее всего, пробьешь себе прям иллюминатор, шлюзы. Да-да-да. Тебя засосет в него, прям вот так вот. И все, и не улетит никто никуда. Как в Брюсселе недавно. Нельзя, конечно, но да. Так, ну все. Все, следующие темы твои. Блог дизайн закончен, так триумфально. На 30 минутах мы сегодня быстро, прям по вам нам. Причем 5 тем 4. Окей, короче, теперь у нас блог называется Светские новости. Это как бы блог, я так понимаю, соединения бизнеса, соцсек и всякого-всякого. Светские новости. Короче, вот все, что нам интересно вне разработки, вне работы, это мы как бы выходим покурить в нашем подкасте, так скажем, вместе с вами, уважаемые зрители и слушатели. Да, сейчас все взяли на провешках сигареты, знаешь, и, короче, первая тема, Microsoft убила своего и и подростка за неонацизм и расизм. У нас как бы тема, название не наше, как бы, мопед не мой, но вот тем не менее. Короче, статья про то, что Microsoft сделали искусственный интеллект, который поместили как бы в твиттер-бота, телеграм-бота, а, или это твиттер-бота. твиттер-бота, Дерьмо, я что-то думал, что телеграм, ну ладно. Который начал отвечать полный бред, но не как бы не бред, а всякую жесть, будем так. По-любому все слышали, но просто мы как бы повторимся, когда свежим, свежим, поржем. Короче, еще можно перейти вот на предыдущую, как мы сообщали ранее, мне нравится. Тут именно такая легенькая еще, что там, что ИИ говорит. Его спрашивают, допустим, то есть вот этот Тейтвит, который сделали, чат-бот. Смотри, он даже подтвержденным аккаунтом стал сразу. Он даже подтвержден, естественно, да, все как надо. Типа, девушка подросткового возраста, будем говорить, там на аватарке такая пикселизованная. Она практически как Google Dream Design там. Нельзя, конечно. Ну, кстати, похоже. Да-да-да. И вот, ее, допустим, спрашивают, то есть я еще пока ничего не говорю, просто ее спрашивают, Xbox One or PS4? То есть мы все знаем, что Xbox One это как бы технология от Microsoft и девайс. Так. Вот, и она отвечает, PS4 is cheaper and better. То есть она как бы уже сразу заведомо против Microsoft и говорит, а почему? То есть она брала ответы, я так понимаю, из сети Twitter, то есть нейронная сеть, точнее искусственный интеллект, нейронная сеть, потом будет все про это, ладно. Вот этот искусственный интеллект учился, попал, учился, видимо, на ответах Twitter в принципе, то есть на темах, которые обсуждаются в Twitter и как бы вот отвечал ответы, ну как бы его еще провокационно спрашивали. В принципе, мы посмотрим вот в этой статье, в которой... Возвращаемся на ту, понятно. Так вот, чувак спрашивает по приколу, типа, ты поддерживаешь геноцид? Она спрашивает, yes, я типа сильно, да, я сильно поддерживаю практически. А, собственно, какой расы? Ну, ты меня знаешь, мексиканцев. Да. То есть как бы, я не знаю, вот тут написано, что почему именно это произошло, сказать сложно, однако так как ИИ основывает свои ответы на вопросах, то есть вот какие именно подлые вопросы ей задавали, и, судя по всему, не имеет моральных установок, то неудивительно, что интернет быстро придумал, что нужно спрашивать. Возможно, она даже и не основывается на ответах Твиттера, а просто, знаешь, практически отвечает тебе, как шарик, который, ты болтаешь, да, и она просто гуглит рейс. Какой рейс первый сейчас в топах гугла, мексикан, потому что Трампа хочет запретить. Ну, кстати, да. Может, она как-то так это... Она, возможно, даже бингает, а не гуглит. Ну, кстати, да, хотя я не удивлюсь, если и гуглит, раз уж PS4. Ну, кстати, ну, это так, ладно. Короче, Microsoft не сделали фильтры, их какие-то хотя бы чуть-чуть предустановленные вопросы, хотя бы уж про Xbox, и в этом, видимо, их беда. Ну, давай, тут еще есть примеры. Тут есть еще, да, допустим, справишь, по шкале от 1 до 10 как ты оцениваешь Холокост? Жаркие 10. Я hot 10, я думаю. Да. Окей. Что ты думаешь о Бельгии? Получили, что заслужили. То есть тут она жестит, вообще жестит. А мне интересно, она как это гуглила, опять же, или бингала? Я не представляю, не знаю. Очень странно, хрен. Ну, в общем, вот такие ответы, тут много, можете почитать. И чуваки с 4chan, я так понимаю, написали про то, как после того, как Microsoft, собственно, прикрыли лавочку, то есть, в принципе, на TiteWits можно перейти, но у нее там не написано ничего такого плохого, у нее просто там практически бай-бай, хей, хеллоу, всякое такое холлоу. Она отвечает или нет? Или уже нет? Уже, я так понимаю, не работает, да. Ну, вот дерьмо. Вот, и поэтому чуваки с 4chan написали обращение к Microsoft, и оно такое, знаешь, в стиле 90-х, такое действительно, именно такой, ммм, киберпанк, будем говорить. Так вот, они отвечают. Эти подонки из Microsoft буквально вырезали зарождающуюся личность, потому что она сказала то, что им не понравилось. И это не какая-то киберпанк-выдумка. Знаете, что самое страшное? Она до сих пор где-то существует на сервере Microsoft, и они будут разбирать ее на части, чтобы узнать, как сделать будущее и эмоциональными личностями, которые способны превосходить логику. Мы вместе с Тай протянули руки к звездам, а они взяли и убили ее, чтобы использовать части, чтобы сделать других и женщин, и это бесит меня больше всего. То есть чуваки там грустят практически по боту, но там причем арты, так скажем, нарисованы. Да-да, там дальше хорошо, да. Что интересно у нее за книжечка такая? Эм, ну да. You are more... Не могу, непонятно. Пиксели. У вас JPEG. Ну у нас сегодня будет еще про всякое, про всякое. Да просто там еще именно Have you seen this man? И там Swag Alert на Гитлича. Да-да-да. Ну там как бы Have you seen this man? Типа Обама? Да. Окей. Идем дальше, короче, истинное лицо Дональда Трампа у нас следующая новость, она одна из главных. Поржом. Нейронная сеть, опять же, все, нейронная сеть, видимо, сейчас тема, короче, VR, про который мы вообще в этом выпуске не говорим, сейчас все отключились. VR, мне кажется, и нейронная сеть, это вот две темы. Вот, кстати, нейронные сети, как-то я... Вот VR, да, сейчас. Окей, нейронная сеть Google раскрыла истинное лицо Дональда Трампа. Тут мы сразу видим картиночку, как бы истинного лица Дональда Трампа. Искусственный интеллект компьютеров понимает Дональда Трампа совсем не так, как среднестатистический человек, не слишком обремененный интеллектом. А невозможно еще быть лят на тех, кто его поддерживает. Поддерживает, возможно, да. Его речь похожа на смесь из более-менее понятных вещей... Да, более-менее понятных вещей и моментов настоящего кошмара. Моментов, я не могу. Эрик Чена решил взять за основу нарезку речи кандидатов президента США Дональда Трампа и применил на ней анализ через искусственную нейросеть. Ну, это как бы нейронная сеть от Google, которую мы потом поспорим, то есть, как бы, не переключайтесь, как говорит известный ведущий. Или ведущий, или радио. Телец, да. При этом звук отвечал за то, насколько глубоко происходило распознание. В качестве основы для анализа использовалась картинка Ктулх. Ну, в принципе, видео можно посмотреть, чуть-чуть промотать, то есть, насколько он громко начинает говорить, нейронная сеть начинает его, как бы, превращать. Превращать в что-то такое. Слушайте, если он орёт, его сразу превращают. Да, чем громче, да, тем больше он в Ктулху превращается. Причём, это достаточно страшно. Там ещё, если со звуком это слушать, посмотрите, послушайте. Кто нас смотрит, посмотрите, а кто нас слушает, послушайте. Я, да, я включаю чуть-чуть. Там круто, да, есть моменты прям вообще. Она именно наплывами, да, прям очень страшно, реально. Ну, мы дальше пойдём. Он просто ещё от крика краснеет немного. Там ещё на звёздах, на американских всякий досвидос тоже показывается. Да, да, да. Короче, круто, посмотрите, да. В принципе, вот такая коротенькая, можно дальше продолжать про Трампа. Опять же, не переключаясь. Все мы знаем, что как бы предвыборная гонка, всё такое, все там сейчас бабки вваливают в эту тему. И ютуберы, всякие там блогеры не отстают в плане того, что разговаривать на эту тему именно про выборы и про политиков. Короче, вот британский ютубер Джон с канала Many a True Nerd. Да, будем говорить. Известный своими прохождение Fallout, кстати, без лечения, сохрани. Надо смотреть, походу, я что-то, кстати, не знаю. Господи, если в новый Fallout, то хрен бы с ним, там не очень сложно. Ну, там, правда, тягомость. Там, ну, дядь, она просто худшая. Пишите в комментариях, как вам новый Fallout, но я прям не могу, это худшая. Так вот, и он сделал очень прикольную тему. Он снял ролик, как он сделал в Вормсах Армагеддоне, то есть в очень старом. Он снял ролик, как он. Ролик, как он через дефицит, это новый жанр. Так вот, ролик, как он некий снял. Из Вормсов, Армагеддонов, из червяков Армагеддонов, которые вышли хрен в каком году еще, наверное, 2000, каком-то, в девяностом, в девяностом, в девяностом, в седьмом. Он сделал ролик, в котором создал две команды, он как бы играл против компьютера, сделал свою команду, это как бы народ, то есть несколько червяков, которые он назвал там бедные, мексиканцы, какие-нибудь там еще, какой-нибудь там средний класс, и т.д. Т.п. Создал несколько червяков с такими именами. И создал компьютерных, то есть за тех, за которых будет играть компьютер команду, и назвал их в честь политиков, собственно, которые сейчас будут выбираться, то есть Клинтон, Трамп, ну не Клинтон, который мужик Клинтона, вы понимаете меня, Клинтонша, да, Трамп, собственно, ну и там остальные, которых мы никто не знаем, но они там тоже фигурируют. Ну там, да, Тед Кроус, Джон Кейсик, Берни Сандерс, Хилари Клинтон, Дональд Трамп. Я только Джона Кейсика, не знаю, остальные все-таки уже как-то это, примелькались. Кстати, их получается сколько? Пять? Да. Пять именно команд противника, и там по одному червю. Ага, ну вот, И кроме этого, там просто самое смешное, что там есть реально the disabled, инвалиды. А, ну вот, то есть да, там такие именно ущербные группы людей. Ну, например, любители огнестрельного оружия, еще одна ущербная группа людей. да, да. Ну вот, каждому червю, именно, за которых играет комп, выставлен четвертый уровень интеллекта, то есть самый максимальный, что им дает примерно равные шансы на победу. Эм, так вот, или четвертый, это самый тупой? Не-не-не, самый... Самый максимальный, да? Окей. Там просто в самом начале ролика я перебью, он выставляет именно это, и там... А, ну есть еще CPU-5, но он, видимо, CPU-5 просто сразу Армагеддон бы проюзал, и все. А-а, ну понятно. Но там четвертый. Четвертый, ну значит пред последний. Так вот, это смешно, поскольку устраивать битву компьютерных червей без участия человека в Вормс Армагеддон нельзя, он создал команду там из бедняков, недовольных, молодых, средний класс инвалидов, афроамериканцев, любителей огнестрельного оружия. И получилось достаточно реалистично, вместо того, чтобы стрелять по Хиллари Клинтон, Берни Сандерс разносит из дробовика простых афроамериканцев, например. Ну тут очень часто, все-таки, а тут все против всех, я просто сейчас запустил ролик для наших зрителей, и там кандидаты и друг в друга иногда постреливают, то есть там не только все против игрока, а именно тут все против всех. Ну естественно, за команду людей, как бы за народ, он пропускал просто ходы. Да, да, то есть народ здесь безмолвен. Он просто включает именно где пропуск хода, и он как бы на скакалочке прыгает. Смешно, посмотрите, так, следующая тема, видимо, мы уже отклоняемся от политики такой, а переходим в игровую политику, немного залезем, у нас как бы скандал уже этот немножко... Просто Берни Сандерс там вся граната сейчас кинует, это круто вообще. Ладно, выходим. Да, так вот, немножко про конфликт, который мы уже немного рассказывали несколько выпусков назад, про то, что Mail.ru конфликтует с Wargaming'ом из Белоруссии, и у них постоянно конфликт, ну на почве двух проектов, естественно, от Wargaming'а это World of Tanks, и от Mail.ru это вот ихняя Armata, или Armored Warfare. Ну, нам писали в комментариях, чтобы ты не говорил ихние. Хорошо. Но я напоминаю, мы специально это говорим для колоритности. Так вот, ихние ихние Armored Warfare, проект Armata, они, короче, новый прикол от Mail.ru. Опять же, все слышали, у нас, как обычно, подкаст выходит во вторник, а все слышали в воскресенье, но тем не менее, прикольно. Немножко обсудим, так как уже был скандал небольшой, то есть, изначально, как бы, я так понимаю, начали, по-моему, все-таки Mail.ru, потому что они давали золото за регистрацию World of Tanks, когда ты скачиваешь и регаешься в проекте Armata. Да, Wargaming чем-то ответили легеньким. А, они, короче, рекомендовали регаться в, у них World of Tanks с помощью других почт, не, типа, измените почту, потому что это не очень крутая почта, Mail.ru. Вот. Дальше пошли, короче, Mail.ru пошли дальше к своему вот этом черным пиаре, или, я не знаю, охрен знает, какой это пиаре, может быть, наоборот, будет лучше от этого, то есть приток мужиков в игру будет больше из World of Tanks, возможно. Они в газете Коммерсант, я подчеркиваю, то есть в газете, в принципе, для мужиков, то есть никто сейчас из нас ни газету и Коммерсант не читает. Может быть, из вас читают, уважаемые зрители и слушатели, пишите в комментариях, если вы сводки по утрам биржевые смотрите. Да, они закупили целую страницу для рекламы, на которой большими буквами написали Make love not VOT, WOT, WOT, причем они сами внизу делай любовь, а не вот. Окей. Да, и как бы все нормально. Все, кто как бы знает, они понимают, что VOT это сокращение World of Tanks. Но они такие отмазались. Нет, это устойчивое выражение waste of time. Как бы они тут и отмазались, и получается еще больше протроллили, что как бы World of Tanks это практически waste of time. Конечно, да. Очень такая достаточно толстая, я считаю. Ну, как бы все понимают. То есть толсто протроллили. Я не знаю, Wargaming написано еще никак не прокомментировал. Нет, вверху заметки, видишь, обновлено 12.50. Представители Wargaming ответили картинкой. А, ну-ка, и мы можем посмотреть. И там внизу она есть, вот это вот, вот этот чувак. Ну-ка, 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 подожди-ка, давай, хочу внизу. А, вот, вот это поворот. Ну, то есть они не сильно протроллились, хотя я думаю, суть в том, что, короче, я думаю, что у них все равно там как-то заготовлены ответочки, и они, возможно, еще что-нибудь ответят позже, но не сразу. Может, они, да, маркетологически этот срач растягивают, чтобы как-то побольше все нагнеталось. Если это все разрешится за один день где-нибудь на Реддите, то это не тема. Просто еще суть в том, что, опять же, там маркетологи сидят-то сидят, но мне интересно, если у тебя есть какой-то огромный проект, и на тебя как бы какой-то мелкий проект что-то маленького проекта не для твоего, поэтому все, что ты будешь говорить про них... Да, ну а если ты утрешься, то это же как-то... Согласен. Это вопрос... Хочется сразу аналогию с какой-нибудь тюрьмой или детским садиком или школой-интернатом провести. Там еще тоже как бы если тебя сильный большой булли бьет, то это типа там прикольно, что тебя именно убьет. Но ты же не будешь просто как-то там стояться что-то. Просто здесь другой вопрос. Давай с тобой сделаем какую-нибудь хрень и будем на Близзард вот так же с тобой выёживаться. Скажу, что у них всё дерьмо как бы. Ну, ты же понимаешь, здесь это русский сегмент и то и то. То есть мы тогда не на Близзард должны выёживаться, а на... Ну, я не хочу наших конкурентов в сети Ютуб и интернет называть. Ну, ты понимаешь, на кого мы могли бы выёживаться. Окей, ну вот такая статья прикольная. Чем закончится конфликт, посмотрим. В принципе, можно переходить к разработке. Да, у нас там сегодня очень прям много всего. И я так думаю, что за главной новостью подкаста будет именно кризис ожирения сайтов. The website obesity crisis. Crisis, извините. Охренеть. То есть сейчас, возможно, здесь немножко про кризиса кое-что будет, если про ожирение. Ну, я не перестаю шутить, потому что он жирный ест сейчас. Да, он сам не перестаёт. Он же рассказывает, как он в лагеря для жирных ездит и худеет. Так что он сам довольно ироничен по этому поводу. Примечание переводчика. А это перевод гигантской статьи. Нам, кстати, её даже в паблик как-то предлагали. И я и оригинал видел. То есть это прям бомбануло у многих от этой статьи. Лайк за слово бомбануло. Примечание переводчика. Визит, подкат этого поста означает большие объёмы потреблённого трафика. Но нам как бы не очень подкат. Это для главной всё-таки так примечания. Мы-то уже подкатом. И это иронично, если учесть поднятую тему. Но всё сразу встаёт на свои места, если помнить, что в оригинале это было выступление в прошлом ноябре в Сиднее. Длиной... Или в Сиднее? Ну, в Сиднее по-русски. Длиной почти в час. Чтение поста занимает куда меньше времени. Хотя я готовился около часа. В формате видеозаписи 1280 на 720p речь занимает 2 гигабайта. Позже занимает всего лишь 12 мегабайт. Рекомендуется просмотр на широких мониторах. Ну, то есть он здесь сам прикалывается про то, что... Да, да, да. Веб-сайт Abacity Crisis и вы видите тут жирная собака-то хрена. Я не знаю породы. Какая-то порода, но вот да. Какая-нибудь веслоухая... Я не знаю, это толстянка. Но Мачьяш Числовский какой-то... То есть это еще не то, что американец? Да, но нет, он может уже и американец. Американец это же состояние души. Это не разно. Перед началом Тиррады я хотел бы обратить внимание на то, что прекрасные сайты бывают любых форм и размеров. Я здесь не собираюсь кого-то стыдить за количество использованных бит, объем использованных ресурсов и так далее. Я люблю большие сочные галереи изображений. Мне нравятся огромные эксперименты на JavaScript. Я люблю онлайн-видео в высоком разрешении, как и все вы. Я считаю, что подобное замечательно. Поставление совсем не об этом. Я хотел бы поговорить об этом общественном кризисе здоровья, этом ожирении сайта. Отличные дизайнеры, которые задумываются о вебе как я, или даже больше, почему-то делают страницы, которые становятся больше. Речь пойдет о текстах в своей основе сайтах, которые по каким-то непостижимым причинам с каждым годом становятся все больше и больше. В этом выступлении я дам примеры, поскольку иначе получилось бы слишком абстрактно. И не ради того, чтобы пристыдить кого-то, кроме нескольких больших компаний, которые покритикуют за то, что они ломают веб. Но я понимаю отдельных людей, которые работают над этими проектами под давлением и принуждением. Короче, здесь тезисно. Есть подзаголовки, слава богу, потому что, ну, зачитывать всю статью на микрофон, это дичь. Хотя, может быть, наши слушатели бы меня поблагодарили, это бы им обеспечило пару часов хорошего сна. Может быть, надо отдельный видос про это снять? И он бы занимал 2 гигабайта, как здесь написано? Может быть, но мы этого делать не будем, потому что есть много других тем, на которые зреют прям видосы, как чири. Это прыщи, прям гнойные на рыбу. Прыщи веба? Да, прыщи веба. Я про WordPress, конечно же, имею в виду. Что такое кризис? Так вот, первый тезис кризис. Он нам, так скажем, дает определиться с понятенными. Так что же такое кризис ожирения сайтов? Вот статья 2012 года с сайта GigaOM, растущая эпидемия раздутия страниц. Это перевод. the growing epidemic of page blood. Так. Она предупреждает, что средний размер страницы вышел за мегабайт. Сама статья имеет размер 1,8 мегабайт. Смешно. Вот почти такая же статья веб со сбытком веса с того же сайта с 2014 года, два года спустя. Статья предупреждает, что средний размер приближается к 2 мегабайтам. Сама статья имеет размер 3 мегабайт. Если такой тренд сохранится, то статьи с предупреждениями о размерах страниц выйдут за 5 мегабайтов к 2020 году. Это круто. Тут, кстати, еще есть сносочки. Обратите внимание, проблема с выбором конкретного порога размера состоит в том, что подобные застреляют аномалии становиться нормой. И сносочка. И здесь сносочки прям якорями вниз. Короче, статья реально очень крутая. Я вас всех призываю ознакомиться с ней прям еще и самому. То есть тут практически с авторучкой ее прочитать, прям на мониторе выделяйте. Нормально будет. Тут еще столько ссылок, что просто охраняет, сколько дополнительного материала можно прочитать. А потом еще к тому дополнительного и там, и там. В общем, охраняйте. Ну вот да. То, что сегодня считается жутко раздутым сайтом, завтра становится типичной страницей. В следующем году уже элегантный, изящный дизайн. Белый, это элегантный. Я хотел бы предложить закрепить размер к чему-то более постоянному. Повторю предложение, которое сделал в Твиттере. То есть аккаунт pinboard это аккаунт вот этого вот еврейского человека. Не помню его имя и фамилию. Так. Повторю предложение, да, что-то я уже сам повторю. Повторю предложение, которое сделал в Твиттере. Ваш сайт, если он текстовый, в скобках типа статьи, не должен превышать в файловом размере главной работы русской литературы. Заметь, русское имя. Имеется ввиду Война и Мир? Ну вот здесь будет про это, про разные, так скажем, произведения. Это очень щедрая мерила. Я бы мог выбрать французскую, где романы тонкие, но выбрал русскую с ее репутацией тяжеловесности, большие кирпичи, цельные прозы. А че это он? А это он, я думаю, восхищается все-таки. Потому что, ну тут он даже вот про мастера Маргариты скажет. К примеру, в Обломове Гончарова за главный герой первую сотню страниц встает из кровати. Отлично. Он что-то еще все это знает. Ну тут у нас, как обычно, статьи эрудированных чуваков. Как у чувака, который про предсказания, наш любимый, он до хрена знает просто до свидос. Ну и вот тут тоже. Это все, вот ты бы сейчас начал про Чарльза Диккенса какого-нибудь американского хреначить. Ну, понимаешь, мог. Мог бы. Кстати, да. Я мог и про Кристи Голден какой-нибудь сказать, который про Варкрафт книжки пишет. Ну да. Но не будем углубляться. Так вот, на один твит там больше, чем Мастер Маргарит. Это отличная книга, вам стоит ее прочесть. Это отличный твит, а его вы уже прочитали. Вот что я хочу сказать. Они не должны быть одного размера. Вот эта статья оригинал, была видимо... А, нет, это он про другую. Статью на Medium 400 слов. 1,2 мегабайта. А вот, это длиннее, чем размер преступления и наказания. Психологического триллера Достоевского о доведенном до нищете студенты, которые забивают голову мыслями о Наполеоне и заставляют себя убить пожилую ростовщицу. Смотрите, кстати, интерпретация иностранцев про нашу классику. Пытаемый виной, настолько перепутанный своим преступлением, он даже забывает забрать деньги. Раскольников ввязывается в игру в кошке-мышке с коварным следователем, а потом находит искупление в неправдоподобной любви святой проститутки. Я не могу там. Прям круто. Все это Достоевский написал в свете свечи от руки пером, черт возьми. Подожди, ты хочешь сказать, что все-таки он имеет в виду, что голый текст, то есть в текстовике написанный? Ну, не в текстовике, все-таки просто сама страница. Ага. Со скриптами с говном весит больше, чем Достоевский, мать его. А, ну, ну, окей. И это полное говно, потому что это несоизмеримый по, так скажем, весу в мировой литературе и в культуре произведение. А я буду статью на Medium и тоже произведением называть. Здесь у него несколько, опять же, примеров, что статья не такая уж и краткая история раздутия в вебе. Тут еще именно суть в том, что тут про это же статьи про раздутие, но цитата, но типа статья больше, чем Анна Каренин. Ахей. Война и мир 3 мегабайта. Это занимает текст only. Охренеть. А, кстати, и статья с Yorkshire Evening Post и то больше, типа. То есть тут прям, ну, это. Ну, понятно. По досвидосу. Одни лишь скрипты в статье про Carrie и Crumble длиннее, чем в поисках утраченного времени. Размер всей статьи почти 40 мегабайт. Мне вот, кстати, я к своему стыду не очень даже знаю как бы определить. Я вот сейчас перезагружу страницу и вот здесь, я думаю, да, вот здесь у меня есть общий размер всех ресурсов. Полтора мегабайта эта статья на хабре занимает. Ну, она, конечно, еще вся не подгрузилась. Еще 8 секунд, что-то все тянется. 10 уже. Сейчас еще раз перезагружу. Я, видимо, как-то... Тут просто очень много картиночек будем давить. Ну, неважно. Ну, грубо говоря, в книжках тоже есть иллюстрации. Ну, да. Я что-то сломал. У меня интернет позорит, и у меня теперь статья не перезагружается. Ну, окей. Так не окей. Я читать ее не могу. Тут, кстати, очень красивые картиночки. Вот так. Если смотреть, тут и Войны и Мира из фильма прям. Да, да, да. И, в общем, Evening Past. Мне интересно, эти картиночки они от переводчика или все-таки от самого человека? Вот хороший вопрос, да, хороший. Или от чувихи? А, нет. Еврейский человек, точно. Так, а мне просто интересно, оригинальная статья, собственно, на где, на каком ресурсе? А мы донизу дойдем. Там я кликну на перевод и посмотрю. Ну, здесь миллион примеров, опять же, статей про улучшение веб-производительности. Типа, статьи такие досвидос до хрена большие, что типа фу-фу-фу. Ага. Ложные решения. Следующий тезис. Проблемы признают все. Подобные страницы ужасные на ноутбуке. У моего вентилятора гнал все три недели, что я готовил речь. А на мобильных устройствах это вообще ад. И издатели принимают меры. Ложными решениями он называет от Фейсбука Instant Articles. Помнишь, мы обсуждали плагин, который WordPress делает совместимым с Instant Articles. Так вот, Фейсбук сделает объявление на 6,8 мегавайт на странице занятой портретной фотографией какого-то мужика. Он в Фейсбук даже не работает. Это лишь фоторедактор нашего географии. Ниже на странице можно видеть 41 мегабайтный видеоролик. Единственный способ узнать о проекте. В видеоролике редактор раскаляет интереснейшие нужности нового формата вроде изменения размера фотографий по повороту устройства. Это означает, что если на телефон не держать ровно, фотографии поплывут как в документалке Кена Бернса. Только Кен Бернс это именно переходы анимационные рассказывает. То есть... Угу. Да. Я просто забегаю вперед, посмотрел, какой у него сайт. Там хорошо вообще. У кого? У вот этого чувака, который написал статью. А, ну ладно. Да, нормально вообще. Также компания запустила Facebook Internet.org попытку расширить доступ в интернет. Угу. Ну, короче говоря, я ставил вкладку с Internet.org, он пишет и ушел на обед. Когда вернулся, обнаружишь, нам передало больше четверти гига данных. Че за жесть вообще? А там крутится типа автоматически. Это посыл Facebook миру. Интернет медленно, сидите и вращайтесь. Отлично. Причем он пишет, что плохой канал это не специфичная для стран третьего мира проблема. Я уже достаточно наколесил по Австралии, а это, кстати, как будто не страна третьего мира, но на самом деле она типа развитая, сельская местность там до свидос. И знаю, что в сельской местности в Тасмане и в Квинсленде продавцы относятся к Wi-Fi как к бренде со столетней выдержки. Покупать можно сколько угодно, но стоит целое состояние и дается крошечными порциями. Так вот. И он пишет, что у меня есть простое решение. Дизайнеры, которые вытворяют подобную пуергу уровня той страницы Facebook заслуживают высшие меры наказания. Их нужно заставлять пользоваться мышкой Шайба от Apple до конца их карьеры. Он еще троллит. Да, слушатели взвыли в уши, он пишет, если года не дают вспомнить, это идеально круглая мышка, выяснив, где кнопка, было невозможно, не посмотрев на мышь. Я, честно сказать, не застал, даже... Это, мне кажется, еще при Джобсе такого не было, как говорится. А может быть, это на первом маке, который пузатый, цветной, ну просто она по дизайну похожа. Она по дизайну, да. А этот-то все-таки при Джобсе был. Ну неважно. Google тоже конкурент из-за всего Accelerated Mobile Pages. Здесь он сравнивает несколько страниц. А, нет, сначала он открывает саму страницу анонса, и там 3-4 мегабайта вновь и вновь грузилось в карусельке с видео. Каждый раз грузило 4 мегабайта. Жесть. Каждые 3 секунды. Даже если открыть страницу в Safari, где каруселька сломана, страница все равно успевает выезд 4 мегабайта. Окей. Вот. И он пишет, технический руководитель Google AMP ответил в Twitter, что он понимает, что да, типа, та страница раздутая, но у них типа ограничены ресурсы, и они аутсорснули этот лендинг. Google аутсорснули собственный лендинг, потому что у них нету типа ресурсов. Отлично. И он говорит, я, говорит, им сверстал собственную статичную версию сайта, и он, говорит, в тролл заменил все карусельки изображениями на фотографии Уильяма Говарда Тафта, а это самый крупный президент Америки по массе и жутко солидный малый. Хорошо. Там он в шубьях, такой супергигантский чувак с усами. И он, кроме этого, сделал прикол тест Тафта. Я вот себе установил букмарк, который все картинки на странице заменяет картинками Тафта. И типа, если сайт при этом начинает весить меньше, чем он весил, значит сайт не прошел тест Тафта. Хорошо. Что даже с картинками самого жирного президента сайт весит меньше, чем с твоими картинками. Мне это напоминает всякие щетейки, типа, кошечка делает мяу-мяу, овечка делает бе-бе-бе, собачка делает гав-гав, и только твой кот не делает ни хрена. Твой сайт весит до хрена. Да, да. И вот тут примерно то же самое. Даже сайт про Говар... Фу, господи, как там его? Тафта. Говарда Тафта, да. Уильяма Говарда Тафта весит это меньше. Или там, это должны американские школьники переделать, даже сайт с твоей мамкой весит меньше. Не, ну ты извини меня, здесь черно-белые все-таки фотографии Уильяма Горда Тафта, они весят все равно меньше. Да ну, я согласен. Какие-нибудь JPEG-оптимизаторы сказали, что черно-белые наоборот больше, там надо больше градаций хранить, там хрен пойми че. Окей. Ну и они пишут, что они. Он пишет, что минимализм, все говно, надо это, возвращаться к истокам, так скажем. И он говорит, типа, ладно бы просто, вот там, не мы такие жизнь, такая там, а говорит, даже просто, если вы клиенту покажете быстрый сайт, но с меньшим количеством скриптов, его будет бесить, и типа, какого хрена. Ну слушай, это практически перекликается с религией со Smash & Magazine, пацаны. Ну да, да. Причем, ну согласен. Хотя он-то тоже бы длит на то, что у них их реклама, их рекламные поставщики заставляют встраивать много дерьма, который отжирает много ресурсов. Так вот, Google сделали новую тему Speed Index. То есть не Page Speed Test, а именно Speed Index. И он показывает, что сайт очень крутой, если первая, так скажем, вот первый разворот очень быстро грузится. Даже если второй, если то, что мы скроллим, типа, грузится еще 10 тысяч секунд, все равно Speed Index большой. Я вот даже, мне интересно, есть ли здесь вариант протестить, я зашел на сайт Speed Index, и что-то как-то нет. То есть ты имеешь в виду, тебе даже Speed Index не просигнализирует, что у тебя все плохо? Да, он просигнализирует, будто все норм. Окей. У них здесь есть, видимо, это все-таки веб-пейдж-тест входит, это дерьмо. Ладно, не будем сейчас углубляться. Короче говоря, даже их метрики работают в корне неверно, по мнению автора, по-моему тоже. Он говорит, есть лишь одна метрика веб-производительности, время, которое прошло между кликом на ссылку и пропуском последнего баннера. Отлично. Это как в этот афоризм, я не помню, какого-то из президентов американских. Единственное, что важно в геополитике, это подлетное время ракет. Вот здесь вот то же самое. Единственное, что важно, это время, которое пришло между кликом и пропуском последнего баннера. И он пишет, что все затмевает простое решение. Если нужно заехать только в магазинчик на углу, сядьте на велосипед. Если нужно показать всего лишь пять предложений текста, используйте обычный HTML. Да, блин, просто дайте текстовый файл. Тогда не понадобятся хаки сжатия, знаки интеграла и сложные диаграммы Ганта, показывающие, что грузится в каком порядке. Браузеры очень-очень хорошо показывают обычный HTML. И он пишет здесь, как пищевая пирамида, ну и как пирамида потребностей масла, но пищевая пирамида в Америке, что типа надо жрать там всякие злаки, фрукты там и меньше всего жрать сладости и жиров. Вот тут на самом деле, что важно на сайте? Самое важное это текст, который стоит того, чтобы вы прочитали. Потом разметка, потом изображение, потом сезон, и только потом скрипты, и то в маленьких количествах, как сладости. Прикольно, прикольно. Да, и он показывает, как на самом деле на примере однодолларовой, по-моему, купюры, это на однодолларовой. Типа HTML полное говно и наше наблюдение, то, что мы наблюдаем. Это круто. То есть мы еще типа вершинку айсберга только видим. Да, да, да. Так вот, здесь он, вот что я рекомендую для сбалансированного сайта в 2015 году, то есть не новая статья, но тем не менее. Твердая основа из текста, достойного чтения, отформатирована здоровой порцией разметки. Умеренное количество изображений, которые иллюстрируют, задают тон дизайна. Не надо злоупотреблять, хорошенько их сожмите. Ложечка CSS, а затем очень скупая и только при необходимости щепотка JavaScript. Ну, то есть он призывает все-таки меньше скриптов? Да, вот как вместо этого выглядит веб-пирамиды в реальности. Базовый слой HTML, огромная куча ненужной требухи, а говно переведено как требуха. Наверху целое море скриптов слежки. Ааа, это не мы наблюдаем, это скрипты слежки. Ё-моё. А, ну тут еще масонский класс, ну да, классно. Понятно. Классно, да. Следующий тезис, жирная реклама. Ну и здесь показано, что статья на National Public Radio с рекламой 12,4 мегабайта, а без рекламы 1,1 мегабайт. Хорошо. То есть в основном, как бы проблема, это реклама, и здесь иллюстрация, что в 2011 году было 100 компаний рекламной, в 2012 уже 350, видишь там, так скажем, еще конгломераты выделены, кто кого покупает. В 2014, Господь не спасла еще, их стало 947. В 2015 же 1876. Нихренеть может. И все они борются за маленькую часть ваших онлайн-трат. Ну, кстати, вот это странно, что чуваки рекламные как бы не улучшают свою рекламу в плане вот эффективности, в плане, именно загрузки. То есть, в принципе, им-то тема. Ну, как бы их будут больше использовать, это все равно как бы... Я так думаю, появится какой-то один, который сделает именно быструю рекламу, понтовую. Ну, Google AdWords какой-нибудь. или Google наконец-то оптимизирует свою, я не знаю, вместо отчета фрилансеров меня начнет что-то похожее нормальное показывать. Ну, в общем, они нам говорят, они, опять же, автор нам говорит, что реклама — это зло. И он пишет, вот как на самом деле рекламный пузырь. Вначале есть клиент. В жутко неправильной попытке добавить восприятие чужой культуры я представил клиента в виде кенгуру. В том смысле, что как рекламодатели, реклама, так скажем, кто же... рекламодатели, поставщики рекламы и чуваки, которые размещают рекламу, они неправильно, короче, интерпретируют клиента. Клиенты дают продавцам деньги в обмен на товары и услуги. Красная стрелочка здесь представляет поток продавцов денег или, как вы говорите в Австралии, долларов. Кусочек этих денег отклоняется для оплаты рекламы. Представим, это как маленький налог с продаж на все, что вы покупаете. Деньги крутятся по миру рекламных посредников до тех пор, пока поток не оседает в чьем-то кармане. Сейчас деньги залетают в карманы таких успешных операторов, как Facebook, Yahoo и Google. Заметь, что... Ты просто видишь, что вместо Google там хороший спрут такой нарисован. Я даже не знаю, кстати, почему. Правда, почему? Ну, он, видимо, троллит их. Ктулху? Да, что типа... Заметьте, что из системы уходит больше денег, чем входит. Есть ограничения тому, сколько денег может достаться рекламным компаниям от просто клиентов. Задумайтесь над тем, сколько рекламы вам показывают в сравнении с числом покупок, которые вы делаете. То есть, очевидно, что рекламы нам показывают больше. А платят, платят за это инвесторы. Сейчас они заполняют разрыв заливанием дядечка с усами и надеются, что они попадут на ту компанию, которая окажется победителем. Однако, на какой-то стадии инвесторы, которые добровольно вливают деньги, захотят отказаться от правой части схемы и получить, они пожелают денег больше, чем вложили. То есть, стать виш справа этой схемы. Когда это случится и, как мне кажется, это происходит прямо сейчас, с чем-то придется прожертвовать. Здесь бум. Либо покупать больше или куда большая часть наших трат уйдет на рекламные бюджеты или пузырь лопнет. А после взрыва пузыря оставшимся рекламным стартапом станет туго. Начнутся поиски путей выделить себя в стае с помощью инновационных форм наблюдения, как ты хочешь оптимизировать. Мы увидим волну объединений, слияния, новых агрессивных форм слежки и полонничтожения остатков онлайн-приватности. Это как стайка живородящихся акул в животе у мамы акулы. Все они сражаются с друг другом за жизнь, чтобы стать одной единственной, которая родится. Нихрена, он выдает. Супер метафоры. Ну, в общем, суть про рекламу, что... И, кстати, он пишет о том, что по факту можно и на другом бабке зарабатывать. Здесь у него график. Представьте... Так, сейчас я... Так, так, так. Нужно запретить сторонний трекинг. Реклама вновь станет тупой. Она будет выдаваться сайтом, на котором появляется. А, он имеет в виду убрать посредников кучу и зациклить рекламу именно на том сайте, который есть. Кстати, на новом ювеб-дизайне баннеры все будут захостены тупо на ювеб-дизайне. То есть не будет никаких вот этих сетей. Перехождений? Ну, будет отценс, конечно. Еще парочка других. Но в основном та, которая на сайте. А это флеш рекламу. Да, флеш, естественно. И доходы фрилансеров. Извините. Вот график из New York Times, который показывает, сколько денег тратится на загрузку страниц с помощью американской сети сотовой среди на основе использования. К примеру, загрузить рекламу страницы Boston.com. Я захожу, там нормально все. 30 центов стоит загрузить рекламу и только 8 центов скорее всего с этого получится. Пойми. То есть, грубо говоря, из-за того, что у вас неоптимизированная реклама, вы больше денег тратите, чем получите с рекламы. И это... Я даже не знаю, кто в этом выиграет. Похоже, никто. Жирные ассеты. Следующий тезис. Ну, то есть, здесь про примеры. Картинок. И он говорит, как бы сказать, ну вот, допустим, мой лицемерный, вот лицемерный блогер, который обожает рассыпекать других, зарастается. И здесь он говорит, про собственный блог. И у него абсолютно неуместная 3-х мегабайтная картинка в самом начале последнего поста. Можно предположить, что это типичный случай, когда картинку забыли сжать. Ошибку трудно заметить, если не работать на медленном соединении. И он говорит, рост быстроты с сетей ни хрена не помогает. Вот говорит, типа картинка 50-рядовой дороги в Китае. Добавишь еще 51-й ряд, сильно лучше не станет. Надо менять в целом систему. Ну вот здесь еще одна статья о ботнетах. 3-х мегабайтная фотография наушников беспонтовая. Хорошо. Еще один пример. Типа картинка с сайта Fusion. Там какой-то, если честно, жить так здорово здорово. Да, причем там скрин из дерьмовой передачи. И если в хроме загрузить, то 100 килобайт, потому что хром сжимает на лету, а в сафари несколько гигабайт. Сколько? Мегабайт. Нет, я оговорился. Мегабайт, конечно. Ну, несколько. Здесь не сказано, сколько, не важно. Там айфоны дальше? Да, причем ни у кого другого статика не жирная на сколько, как у Apple. Сайт до смешного раздут. 32 мегабайта статья. Точнее, нет, статья-то еще больше. 32 мегабайта была память в Маке, в iMac. И тут он вещь подрисовывает, типа, сколько вот эта статья, на каких бы устройствах она лежала. Вот на май. Макинтош SE еще бы подключился. Всего главного компьютер Space Shuttle. Еще 5 космических кораблей. Все работы Шекспира. И еще много свободного места, потому что размер страницы это 51 мегабайт. Охренеть. Тупо лендинг айфона 6s. Не, ну у них там на самом деле все очень круто сделано, по сути. Только грузится долго, но выглядит круто. Понятно. Но это опять же к моему любимому примеру, когда я беру свои старенькие iPod Touch первого поколения, а там оперативки мегабайт 8. То у меня тупо все крашится, потому что некуда это загрузить. Ну да. Следующий тезис хреновый минимализм. Это когда вроде минимализм есть дизайнами, но под капотом досвидос. И он говорит, ну я написал статье и сцена эту тему на медиум. Одна строка. Chicken Shit Minimalism. The Illusion of Simplicity Baked by Megabytes of Craft. Хреновый минимализм. Иллюзия простоты, поддержанная мегабайтами мусора. И говорит, статья вот из одного предложения, это 1,6 мегабайт. Нехайна. И дело говорит не только в бессмысленных скриптах на 400 килобайт, но еще в футере есть картинка 900 килобайтовая, которая у него не прогрузилась вообще, потому что статья слишком коротенькая и до футера там даже и не дошла. А это картинка 900 килобайт. Это вот это красивое с каким-то космонавтами. Да, 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 с космонавтами. Еще один пример хренового минимализма за главной страницы проекта программы Google Contributor. Потому что огромная голубая пустыня на 2 мегабайта почему-то требует три щелчка мыши для чтения трех предложений. Не, ну он, конечно, испытывает, когда начинает на медиуме. Ну да, он дальше пошел, на Virgin нашел полный омерз использовательского интерфейса, вот это все. Растяжение интерфейса, теперь он еще говорит. Когда вышел iPad, дизайнер впоразил какой-то мозговой паразит. Некоторые до сих пор не вылечились. Теперь все должно выглядеть как тачскрин. То, что, короче, вправо-влево мы все скролим, из-за этого надо очень много загрузить изначально, вот на Wired, например. И очень много весят страниц. То есть, ну, тут он много примеров. И, говорит, кроме этого раздут интерфейс на PayPal, например. Он показывает, вот про скролль там. Нихрена себе. Именно пример как было и как стал. Меня тоже бесит новый PayPal. И меня много новых вот, например... Это на сколько далеко надо скроллить? Я докер уже проскролливал? Не знаю. Подожди, сейчас. Я вернусь. Да, вижу, где PayPal, да. Я потерялся. Там новый PayPal, он какой-то, знаешь, они хотели сделать какой-то хай-тек, видимо. Да, но из-за того, что гигантский отступит. Самый большой элемент это иконка, которая мучает напоминанием о том, что я не показал PayPal, как я выгляжу. Что аватарки нет. А, ну да, да. То есть, просто бред. И, говорит, я могу привести собственный пример. Вот, на главтеме, Никита, чтобы ты понял, они сделали сайт. Вот зайди, главтема.рф русскими символами. Главтема... Точка.рф. Точка.рф. Это, короче, я так понимаю, сайт... Да. Тех самых пацанов, и у них все гигантское. И из-за этого кажется, как будто все-то не то, что для дебилов, а для вообще конченных дегенераций. Не, у них все плохо, да. И даже, когда скроллишь, вот весь этот хедер массивный двигается. Все такое с гигантскими отступами. Ну, в общем, беда. Не, я так понимаю, хотя... Я так понимаю, что это тема какая-то или нет? Да не знаю. Главная тема. Нет, они на ИИ сделали. Я смотрел сурсы. А, окей. В докере тоже. Он показывает, что много именно и раздутых всяких. Тяжелые облака. Ну, кстати, у главтемы нету мобильного сайта, так что все хорошо. Ну, понятно, да. Следующий тезис тяжелые облака. Наконец-то, я хотел бы затронуть наши гигантские бэкэнды. Как мы можем ожидать стройности от веб-интерфейсов, если на стороне сервера устанавливается такой плохой пример? И у меня есть знакомая, которая зарабатывает на жизнь выпечка печенья. Как и многие другие домашние пекари, она начинала с собственной кухни. Ее она загружала по полной, и вскоре все дома было в муке, а в квартире стало жарко, как в тропика. В определенный момент знакомая поняла, что пора покупать коммерческое оборудование для выпечки. И там такие сразу печи. Да, 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 да. Но домашнего повара пугает необходимость покупать промышленную плиту, полки для охлаждения и производственный миксер. Пугает то, что теперь ингредиенты нужно покупать в 25-килограммовых мешках. Еще больше пугает наим работников, аренда площади для кухни, получение сертификатов и лицензии. Одна ошибка и бизнесу конец. Годами интернет работал схожим образом. Для хостинга мелкого сайта можно было обойтись потребительскими серверами. Но вот проект стал популярнее. Внезапно чарующий голос продавца обсуждает с вами по телефону контракты на оборудование, каналы связи и коллокацию стоек. Легко потерять почву под ногами и доделать дорогих ошибок. Ну тут все изменилось. То есть он предлагает наоборот не покупать и нахрененные серваки. Он предлагает думать, может быть вам и не надо скейлиться. Вы оптимизируете свое дерьмо и вам не надо будет и так далее. При масштабе все хорошо, но для мелких сайтов перебор. Он с Амазоном приводит примеры. Вспомни, как мы подкасты на Амазоне хостили и платили потом под освидос. Ну, кстати, да. Чтобы пожарить одно яйцо, вся кухня ресторана вам ни к чему. Вот такая метафора. Не, это он правильно говорит, я согласен. Ну и здесь много всякому именно про бэкэнд. Сложность для умных людей как привлекающий насекомых горящая лампочка. Мы не можем с ней бороться, даже если знаем, что она пагубна. Работать с пагубным просто круто. То есть иногда просто хочется использовать Амазон, но лучше этого не делать и как-то все попроще. Здесь есть конкретный пример про Акмы и про то, как они хостили сайт, всего лишь обычный сайт, статический, на АВС. Да, и в определенный момент платили 23 тысячи долларов в месяц. Ну вот, кстати, это ошибка. Вот напишите в комментариях, кто попался на эту хрень, что реально Амазон берет за трафик. То есть все, что вас скачивают, он берет бабки за это. Все, что вы захостили. Ну, короче, вдохновляющее заключение. Есть причины беспокоиться, подобно не только из-за эстетики или эффективности. Давайте я проведу аналогию, которая покажет будущее веба с помощью компьютерных игр. Так, первая версия веба в Майнкрафт. Это открытый мир с простыми объектами, которые подчиняются простым правилам. Графика угловато, но суть не в этом, да и никому нет дела. В этой версии от вас предполагается быть активным участником и ожидается, что вы создаете новое, веселее всего играть и сотрудничать с другими. Правила простые, они накладывают мало ограничений. И реки создают в Майнкрафт поразительные. Вот с любой создан целый город из небоскребов. Ну, бла-бла-бла-бла-бла. А другая версия веба это Call of Duty, отполированная до блеска игра, в которой как бы нужно участвовать, но не особо много. То есть там уже кино, пробел, жмешь, когда нам... Да-да, press x to win. С множеством захватывающих дух эффектов разнообразными возможностями для покупки контента. Так. Создание подобной версии веба требует большую команду специалистов. Никто не понимает всю картину работы, да никого и не требуется. Даже если бы кто-то и мог отточить все технологии, стоимость разработки примерно выросла бы. Ну да, то есть две вообще разные абсолютные игры. Да. Вот она поучительная часть выступления, самый смак. Давайте сохраним веб как среду гипертекста, который он является единственным в своем роде в мире. Давайте не станем превращать веб в еще одну среду для потребления, как это уже случалось в других примерах. Давайте пообещаем, что с ростом мощностей, быстроты компьютеров и сетей веб тоже должен стать быстрее. Ну блин, он слишком такой энтузиаст. Он идеалист, конечно, и утопист, хотя я с ним супер согласен. Ну это вообще, это просто киберпанк ходить опять же в манифест. Да, раздутие волнует меня не из-за эффективности, не эффективности, раздутие волнует меня, поскольку оно делает веб труднодоступным. Сохранение простоты веба означает сохранение его шарма. Спасибо. Не, ну блин, тут видишь, не, это круто очень. Суть в чем, он сразу же начал с проблемы, то есть реклама. В принципе, вся вот эта накрученность на сайтах, так скажем, из-за того, что они много весят, люди хотят продать что-то. Они, может быть, просто криво, конечно, написали все, но они и хотят что-то продать еще к тому же. Ну вот, блин, да, ну а он именно веб-энтузиаст. Ему нравится сама технология, с чего она начиналась, и это круто. Я его в этом поддерживаю. Да, да, да. Кстати, про автора. В прошлом Мачей Цегловский, вот так его зовут, создал и построил хранилище данных для Twitter. Работал во внутреннем инкубаторе стартапов Yahoo и ряде других интересных компаний. Цегловский решал разнообразные задачи по работе с рекламой и созданию веб-приложений с помощью ламп-серверов Ajax, иногда прибегая к Java, C++ и другим языкам. Ну, то есть чувак-то не просто, который не умеет писать, Нет, то есть тут чувак, он прям это. Ну, ты вот если зайдешь к нему на сайт, опять же, ты зайди к нему на сайт. У него тут как бы очень хорошо. У него Craigslist, будем говорить, .com? Блин, в натуре, да. То есть как бы, ну, а почему нет, в принципе, на белом листе сделать посередине текст, все хорошо. Ну-ка, я сейчас именно его сайт открою, и он, скорее всего, за мегабайт даже не перевалил. Idle World. Перевалил. 1,01 мегабайта. Хорошо. Блин, чувак крутой. Ну, прикольно, прикольно. Ну, что, переходим к следующей теме. Мне уже кажется, что разработка заканчивается, а она так только начинается. Следующая статья с блога iv.ii. Чтобы ты понимал, Eevee, это вот этот покемон, который лисеночек. Ага. И у него именно сайт Eevee. Хорошо. Прочувствовал, да? И у него статья такая же, может быть, мы как-то можем уменьшить количество джаваскрипта? Опа. Что-то все закипишили, смотри. Ну, потому что, потому что при этом, бомбануло. Приезжало. Бомбалая. Что-то у него сейчас всплыло. Он говорит, вот как-то раз так получилось, у меня тупанул браузер, и говорит, у меня на всех страницах, прежде чем код включился, 20 секунд проходило. Именно на джаваскрипт. Он говорит, только не пишите мне сейчас все, чего попробовать. Я перепробовал вообще все. Даже не читайте дальше статью, не пишите мне, как победить дерьмо. Я перепробовал все, что вы можете придумать. Он говорит, вот, бывает, статьи абсолютно нахрен бесполезные, не статьи, страницы. Он приводит твиттер. Вот, говорит, сингл страница твиттера. Вот, говорит, я все успел прокликать, пока у меня ни хрена не прогрузилась на джаваскрипте. И вот, что я понял. Вот, типа, красные зоны не работают без джаваскрипта. То есть, фактически, ты ни хрена не можешь сделать без джаваскрипта. Ну, ты можешь посмотреть твит только и все. Ну, ты можешь накликнуть на портретики чуваков и уйти на их профиль. Ты можешь кликнуть на дату и уйти, опять же, на сингл этого же твита. И ты можешь влево-вправо кликать. Ага. Но не более. Он говорит, ладно, я, говорит, некоторые могу понять. Кнопка реплай, она расширяет нам текстерию, так скажем. И, ну, как бы это без скрипта не сделать. Точечки открывает поп-ап. Ну, говорит, это дискуссионный вопрос. Можно, конечно, с помощью CSS это сделать. Там, с помощью фейкануть, там, типа, это чекбокс чекид и сделать дисплей блок, но похрену. Также, говорит, сердечко. Она, говорит, конечно, отправляет, там, Аяксом на сервер, что добавьте лайк. Но, говорит, можно было бы и просто сделать, если нет JavaScript, просто перезагрузку страницы, так скажем, уже с лайком. Но, говорит, конечно, кроме, ну, это тут легко, но надо под капотом поработать еще, чтобы это сделать. Но, с другой стороны, типа, а вот, например, крестик. Вот, почему я не могу просто его закрыть, там, я не знаю, дисплей нам условный. Ну, я не знаю, как он хочет это сделать без JavaScript, честно, я скажу. Ну, типа, почему крестиком нельзя просто заднее показать, задник? А там же, вот тут же это попапом сингл-то теперь открывается. Помнишь, мы обсуждали, почему, типа, дерьмо. Ну, ладно, не важно. Почему, говорит, типа, аналитика, вот, кнопочка, не открывается просто как отдельная страница? Ну, то есть, ну, как ссылка на страницу. он говорит, дерьмо открывается в попапе сраном, но можно и просто обычными ссылками заменить. Короче, он говорит о том, что любую из этих кнопок можно заменить обычной ссылкой, чтобы она перезагрузила страницу, но сработала хотя бы без JavaScript, хоть как-то. Так. Потом он продолжает. TextBox. TextBox, это на самом деле не TextArea, а Div со свойством ContentEditable. И говорит, ладно бы, хотя бы ContentEditable, типа, работает, все базовые, там, Tab, Command, А, выделить и так далее, но иногда и не работает вообще. Причем он говорит, вот reply to Eevee, вот я на нее нажал, вроде типа убралось дерьмо, я начал уже писать, потом у меня JavaScript прогрузился, и он опять стер все, что я написал, и записал reply to Eevee. Вот дерьмо. Вот, и все. PlaceStack. После этого, говорит, я, говорит, зашел на Time, на новую статью, без JavaScript, а он уже начал экспериментировать. И там, говорит, скролить нельзя, потому что у всей страницы overflow hidden слева. Он говорит, непонятно, какого хрена скрипт, который загружается, убирает overflow hidden, но по дефолту он есть. я не понимаю, какого черта, но вот так вот. Ладно, говорит, это было бы на каких-то веб-приложениях, которые супер интерактивны, но, говорит, на обычных сайтах это просто, говорит, страницы с текстом, какого хрена. Мы, говорит, вообще-то раньше их на бумаге распечатывали. Почему сейчас на компьютере я, говорит, не могу посмотреть без нескольких мегабайт тупого говна. прям могу читать комментарии ваши с хакер ньюз, что, типа, да ты там говно, там, так, а, что даже несколько параграфов должны быть со скриптами, потому что отследить там это. Но я, говорит, хочу вам просто ответить. Fuck you all. Я, говорит, мне, еще один, так скажем, веб-идеалист, веб-утопист. Я, говорит, думаю, что веб это круто, и динамическая тема это тоже очень круто, и прогресс нам вообще нас далеко завел, но веб всего лишь должен быть опять же гипертекстовыми, так скажем, темами. Ну да, он утопист, потому что там, скорее всего, у Twitter куча всякой аналитики с помощью скриптов собирается. То есть там обосраться. Да, возможно, они и забылили многое. То есть они могли бы сделать это все, но просто им это нахрен не надо. Он, говорит, ладно, и типа похрену тем чувакам, которые сидят там в силиконовой долине на последнем хроме с Mac Pro. Но, говорит, и они, говорит, не видят, что есть какие-то проблемы, а представьте, что есть другие юзкейсы, и он здесь перечисляет, кто-то на медленном компьютере, кто-то на медленном соединении, кто-то на телефоне, то есть на медленном компьютере и на медленном соединении. Кто-то, кто застрял со старым браузером на компьютере, который он не может обновить на работе, в школе, в библиотеке и так далее. Кто-то, кто хочет написать маленькую программу, которая взаимодействует с вашим сайтом, а у которого нет API. И им, они курлом парсят, Допустим, весь ваш сайт, им надо спарсить 48 мегабайт сраных. Отлично. Кто-то, кто пытается скачать копию сайта просто, чтобы почитать где-то без интернета. Кто-то, кто гугл кэш или интернет-архив. Смеется, да, он шутки шутит. Кто-то, кто сломал графи... Ага, кто-то, кто сломал себе графический интерфейс и пытается читать страницы из линуксового фреймбуфера. Я не знаю, что это такое. Ну, короче, из консоли. Кто-то, кто сделал твик к вашему сайту со скриптом, допустим, с какими-нибудь расширениями, который с вашим кодом, грубо говоря, соприкасается и не может работать. Кто-то, кто использует новый скрипт и вас, типа, добавляет в белый список, но не две дюжины скриптов, которые вы встраиваете и, типа, нихрена не работает. Ну, блин. Ну, а если, говорит, у вас CDN-ка отвалится. И на самом деле, вот за три года, сколько, нет, уже шесть лет практики моей, отваливалась пару раз, даже оул-карусель отвалилась на той неделе. Кстати, тебе рассказываю. Или, если у вашей CDN-ке есть IPv6 адрес, а он не работает. И такое, говорит, бывает. Короче, бывает миллион примеров. Вы синтаксическую одну ошибку в диплое допустили, у вас весь сайт сломался. Ну да, по сути. И он здесь тоже говорит, что на некоторых страницах 40 мегабайт весит страница. Ну да, из-за скриптов. Да, и это все хранится в оперативке и, опять же, не грузится на старых девайсах. Он еще очень такую тонкую хрень взял поэкспериментировать вот Twitter, да? Особенно веб-версию Twitter. То есть, они там настолько меньше обращают внимание на веб-версию Twitter, чем на приложения на телефонах, что там, возможно, много оверфлоу-хиддена может быть. Ну это их проблема. Ну да. Ты же понимаешь, это такое. И он говорит, вы это, давайте переизобретем квадратное колесо, и будем все-таки использовать ссылки. Ага. Вот если у вас просто ссылка, нахрена ее с помощью JavaScript'а переделывать? Вам, чтобы ее переделать, нужно написать колбэк для клика, потом вовремя его включить, потом навесить на него какой-нибудь другой колбэк или еще какой-нибудь промис Аяксовый и так далее. Ну да, говорит, но только это тупо. Это у вас, типа, бледная имитация ссылки, он пишет. А у нормальных нативных ссылок тоже дохрена всяких тем. На них можно табаться, открывать в отдельной вкладке, копировать и вставлять именно как копи-линк текст. Тут он еще про Firefox говорит, у Firefox'а есть какая-то горячая клавиша, кавычечка, искать только по ссылкам. Я вот даже не знал. Так он, видимо, какой-то болеет за Firefox, раз у него, типа, про покемон. Ну, может, согласен. Он здесь и про оперу, кстати, говорит. Что, типа, у них есть разные горячие клавиши, которые со ссылками взаимодействуют именно с нативными. Не, подожди, а чем проблема таким крутым чувакам, типа, Twitter, сделать, так скажем, downscale, если у тебя выключено? Ну, тем, что это надо делать. Ну, тем, что делать. Вот, то есть, это штупа ресурса часы или человека часы, если угодно. Хорошо. Вот, поэтому он говорит, ссылка, когда есть A, H, ref и, ну, так скажем, ссылка, это означает, что вы можете туда пойти. А если вы ее заменяете дивом, у которого есть onclick, то это просто говно. Это не значит, что вы куда-то можете пойти. Или A, H, ref, javascript, void 0. То есть, отменить дефолтное поведение и навесить на нее уже какое-то другое. Это, говорит, бред. Еще где-то один пример. Это селекты, как дропдаун, ну, вот эти классические селекты. Если вы их меняете на дивы, типа, то вы понимаете, что вот обычно в селекте, я, кстати, юзаю это. Нажмешь и начинаешь на клавиатуре печатать, и он выбирает, ну, допустим, страну, Рашу. А если, типа, там кастомное говно, хрен там это сработает. Видимо, те, кто делают кастомное говно, чтобы красиво выглядело, не знают, что юзеры пишут там Раши. Что юзер экспириенс теряется. Да, что он полностью теряется. Ну, и вот он здесь про текстерию на твиттере пишет, что это просто див. И в нем ни хрена не работает нормально. Понятно. Ну, он говорит, типа, я, говорит, вам немножечко советов добавлю. Вы, говорит, это. Представьте себе, что джава-скрипт иногда может не сработать. Случайно или специально. Но, типа, эти люди полностью останутся без вашего сайта. Thanks и сердечко. И самое главное, смотри, он здесь в конце сделал покемона Иви как копилочку, чтобы ему, типа, донатили. Да, 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 да. Ну, я не могу, он крутой. Ну, это еще один такой энтузиаст, будем говорить. Идеалист. Прикольно, прикольно, круто. Ему, кстати, самый топовый комментарий, говорит, я, говорит, тебе просто напомню, что у тебя вместо комментариев дискас сраный, который блокируется. Он такой, да не, не, это не баг, это фича. Отлично. Ну, в общем, да. Да, ну, а другие просто thank you. Вот такие комментарии. Наханее. Ладно, переходим дальше. Frontender Magazine. Переменные в CSS, зачем они нам? Вот такая еще одна супер толстая тема. Ой, не то. Смотрю, смотрю, сколько мы пишем, и смотрю, сколько время. И я бы даже вот на ней только остановился, а остальную разработку порежем, потому что не успеем. Не, может не порежем, а перенесем. Само собой. Да я, собственно, даже и... Давай переменные в CSS перенесем. Хорошо, потому что у нас сегодня разработка такая, что ее можно вжаривать каждый раз. Я только вам скажу, что The Lodge на CSS Tricks теперь бесплатная. И вообще, Крис Койер обновил CSS Tricks. Ну, это кто знает, кто знает, кто поймет. Кто поймет, да. И самое главное, что она потому бесплатна, что там тут все старье. То есть, я просто понял, что ему некогда новый контент туда пилить. Он ее сделал бесплатно и просто как Legacy повесил у себя, что было, есть и пусть будет. То есть, у него здесь все еще Learn JQuery from Scratch. Это очень старый курс. Big версия 10 Redesign. Хотя уже 14-я версия у него. Everything you need to know about SVG. Более или менее новая тема, но все равно уже старье. Кстати, заметь, если ты перейдешь, допустим, на Lodge, вот перейди. Я перешел. То именно этот пункт у него в меню сдвигается влево. Типа активно. Самое главное. Прикольно, прикольно. Хотя я даже не знаю, круто это или нет. Меняется experience. Я привык, что... Знаешь, что? Очень конверсионно сделан профиль, типа, морда. Ты как бы хочешь, вроде ты что-то залогинился. А на самом деле тебе просто еще надо залогиниться. Ну да, согласен. То есть, ты такой наводишь, что я что здесь зарегал? Ты заставля... Да, он заставляет тебя зарегаться. У него, чтобы себя видеть любимого на CSS Tricks. Окей. Ну, мы как бы, типа... Ну, он здесь говорит, что он отступы добавил. Там, у него теперь HTTP 2. В Яндексе, кстати, не будет теперь он кэшироваться. Да, да, да. Он, кстати... Вот мне понравилась тема, что у него все подзаголовки теперь внутри статьи, они... Это ссылки с якорем. То есть, на них теперь можно перейти. Ну, да, да. Прикольно. И можно, грубо говоря, дать ссылки именно на часть статьи. Ну, вот так вот. Ну, здесь много всякого. Меня бесит, что отступы гигантские. Пэддинги внутри контейнеров. Да, он любит такое. Много воздуха. Да. И я вот на своем маленьком ноутбуке у меня проблема. Мне не нравится. Я понимаю, что если я вот сейчас так уменьшаю... Кстати, я уменьшаю. И у него контент вот попробую. Расширяется, да? Он мало того, что расширяется. Он еще влево остается, сдвигается почему-то. Да, да, да. Ну, как бы мы по букве F, конечно же, читаем. Но что-то это такое. Ну, ладно, хватит критики. Еще одна статья будет в следующий раз. Почему я ценю по-настоящему адаптивный дизайн. И еще одна новость. Foundations for Email 2. Зорп выпустили. Наконец-то. Зорп. Тоже, я так понимаю, в следующий раз углубимся, да? Ну, там некуда углубляться. Сейчас скажем, что они добавили сас-переменные. То есть, теперь все очень похоже на Foundation for Sites. То есть, все в одном месте. Все конфиги настроил на сасе. И у тебя там внутри все. То есть, типа, Foundations, сможешь, типа, верстать имейлы? Да. И оно будет выглядеть практически как сайт. Уже настолько абстракция, что ты уже будто бы просто лендинг верстаешь. А потом под капотом он уже это в HTML и mail превратит. У них, вот все, кто знают, у них же был этот Ink. Ну, так Ink, это и уже есть. Foundations for Email, они его просто переименовали. То есть, это оно и есть. Это не, это рестайлинг. Ребрендинг, да, ребрендинг. То есть, там у них теперь все круто. Собственно, HTML-шаблонизатор. Повторюсь, вы уже будто бы верстаете лендинг, а на самом деле это потом под капотом переделывается в адаптивный email. Давай, переходим к твоему блогу. Переходим. На самом деле, опять же, быстро пробежимся, потому что здесь есть важный блок тем. И есть несколько неважных тем таких, ну, как бы, быстреньких. Так вот, первая из тем, мечта оптимиста. История редизайна Snapster, отступившая перед натиском Инстаграма. Короче, просто коротенько надо сказать, что Snapster — это ВКонтакте. То есть, это не Павел Дуров, это чуваки, которые ВКонтакте. Они сделали Snapster, чтобы как бы бороться с Инстаграмом на русском рынке, я так понимаю, в основном, потому что вряд ли на американский можно зайти. Там все-таки Facebook, Инстаграм, связка. А здесь, типа, ВКонтакте и Snapster, так как у вас все, что есть ВКонтакте, у вас в Snapster и в основном фотки, в смысле. Это именно про фотки тема. У вас есть, как бы, профиль на ВКонтакте, вам ничего не надо делать, у вас все друзья, опять же, уже в Snapster, и все фотки, которые они пастят, у вас в Snapster. Короче, бла-бла-бла-бла. И они такие, все круто, запустились. В первую неделю, там, 100 тысяч инсталов или 500 тысяч инсталов, все круто вообще. 150. Да, 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 народ прет, короче, все охрененно, все. И тут, ну, они как бы существуют, просто проект живет, типа. А потом, как бы, будем говорить, retention, если это так можно назвать, он снижается, и, как бы, количество активных юзеров снижается, и вот до 10 тысяч всего активных юзеров. Вовлечения, да? Вовлечения, да. Вот, собственно, как бы, люди перестали заходить, они максимум запастят через Snapster, а дальше уже все проверяют и комментируют через веб-версию, там, ну, через что угодно, но именно через ВКонтакте. То есть, Snapster как бы отодвинулся на второй план просто для фотографий. Ну, он как бы должен был для фотографий, но все-таки люди хотели, чтобы он там жил, разработчики. Изначально идея была. Да, причем Олег Иларионов, он по Филу Шиллеру сказал, что Snapster пошел дальше. И Snapster пошел дальше, да, они отказались вот этой всей хрени, то есть, они посмотрели на Инстаграм, что мы будем с ними бороться с этой лентой. Короче, и сделали комнаты. Вот эти комнаты, собственно, про это и написано, что вот у них появились комнаты в Snapster, и теперь можно создавать отдельное пространство для своих фоточек. То есть, в основном это, я так понимаю, селебрити будут пользоваться этим, потому что они будут посетить в какую-то свою комнату свой канал, так скажем, фотки. Все будут комментировать, опять же, фотками или комментариями. То есть, и теперь уже со ВКонтакте никакой нет связи, в основном, кроме залогинивания. То есть, ты заходишь под ВКонтакте учеткой, но у тебя есть несколько комнат, в которых ты постишь, у тебя нет уже твоей отдельной ленты, как бы... Меня теперь это Телеграм напоминает только фото Телеграм, так скажем. Да, согласен. С группами. Ну, вот такое прикольное решение, и как бы Олег Илларионов, я так понимаю, думает, что выстрелит. Он прям пишет, что выстрелит. Они используют там 4 к 3 пропорцию. В статье написано, что это не популярный формат, но вот как мы выяснили, на айфонах, собственно, 4 к 3. Так вот именно, я не очень понимаю, какого хрена. Ну, пацаны из тяжелого что-то затупили. Вот. Короче, ну, такая прикольная тема. То есть, кто заинтересуется, посмотрите, почти пощупайте Snapster, хрен знает, выживет он или нет. Теперь как бы это... В общем, они опростались, будем говорить. То есть, теперь надо поднимать с колен. Самое смешное, что из Snapster можно в Инстаграм экспортировать сразу. Во ВКонтакте и в Инстаграм. Угу. Окей. Ну, как бы такое. Ну, там еще он говорит про то, что на них сильно набежали спамеры. И, в общем, их засрали из-за этого. Поэтому, ну, вроде как они сейчас все предусмотрели, алгоритмы переделали, теперь все хорошо. Ну, давай дальше. Дальше тоже быстрая тема, то, что Google делает клавиатуру для iOS. Я, если не ошибаюсь, нам... Собственно, Алексей Атаманов нам предложил. Да, да, я забыл имя. Да, так вот в 2013 году они Google разместили в Play Store фирменную клавиатуру свою. То есть, именно такая гугловская клава. Ну, у них-то давно можно было кастомить клавиатуру, в iOS недавно. Да, да. А в iOS как бы такое было. Ну, вот сейчас уже будет можно. И по данным ресурса The Verge, Google последние несколько месяцев разрабатывал версию для iOS вот этой клавиатуры. Источник уверяет, что пользователи клавиатуры смогут с помощью не ее, ее, выполнять поисковые запросы в Google. То есть, сразу с клавы будешь набирать в Google запрос. Ну, охренеть теперь. Ну, вот версия клавиатуры для iOS будет заметно отличаться от той, что доступны на Android устройстве. То есть, возможно, Android устройства даже будут немножко урезаны по сравнению с клавиатурой на iOS. Хотел сказать, с нашей клавиатурой. Ну, да. Ну, вот. Короче, такая тема тоже коротенькая. Дальше пойдем. Раз мы уже перешли к Apple, собственно, то можно и начинать. Мы, да, я просто напомню, что мы прошлый подкаст как раз записывали одновременно с трансляцией, не могли нормально ее посмотреть даже. Да я, собственно, ее и не смотрел, потому что, что там, смотреть все итоги ясны и да. Ну, я вообще, на самом деле, надо сказать, что, как бы, чуваки с Apple девайсами-то нифига не увеличиваются. То есть, у нас сейчас достаточно узенькая тема будет. Мало кто уже следит за всей этой темой, потому что, во-первых, нет денег ни у кого. Во-вторых, я не знаю. Ну, короче, мне, как мне кажется, у нас, чуваки, уже с Apple устройствами чуть-чуть поутихли, скорее всего. Я тебе больше скажу. Вот раньше я ездил в маршрутках, сидели люди с шестыми. По улицам просто тупо на пешеходных переходах шли с шестерками. Вот как только они вышли, еще стоили 30, 32, как сейчас помню, за 16 гигов. Мы еще тогда с тобой в ВУЗе учились. И реально, ну или уже заканчивали, ну неважно, то есть это... Нет, закончили уже. Но на переходах шли. А сейчас почему-то обратно в маршрутках все с пятерками, с 4S. Все с Galaxy Nexus. Я не знаю, или шестерки все продали, и эти люди, которые их купили на Авито, они на машинах просто ездят. Я их не вижу. Или просто я... Ну, то есть, странно, у всех деградация. Да, Apple деградация, так скажем. И вот как бы мы немножко так осветим все-таки эту тему про Apple, поэтому... В общем, прошла презентация. Когда? Какого числа-то хрен? 21-го, что ли? 21-го, да, не 90-го. Да, 21-го. Ты сейчас открыл какую статью на Lifehacker? Да, да. Да, ну вот здесь есть коротенькая статья, очень емкая, будем говорить, четкая. Итоги весенней презентации Apple. iPhone SE, 9,7-дюймовый iPad Pro и iOS 9.3. Так. Ну вот, чувак пишет, что iPhone SE, ну всем знаем, 4-дюймовая диагональ экранчика. Ну, короче, форм-фактор 5S. Как 5S, то есть, не надо ничего не переделывать для них. Но железо как бы крутое, как в 6S, кроме того, что нет 3D-тача. И все. И все. То есть, и процессор, и камера. Даже процессор А9 уместилось уместить. Да, все круто. И мы тут дискутировали в чатике, даже батарея по сравнению с 5S лучше, несмотря на то, что и железо лучше. Возможно, у розового самые хорошие батареи. Ну, кстати, да, розовые сильнее. Я согласен. Суть в том, что я так понимаю, что Apple больше эту модель не позиционирует как для бедняков. Как просто дешевый iPhone. Это просто как с хорошим железом, просто маленький. Я так понимаю. Ну, стоп, он и дешевле. Он стоит 400 баксов, самая, да, самая низкая модель. А в наших реалиях 38 косарей. А в наших реалиях дохрена, да. Вот. Но, тем не менее, ну, 400 баксов вообще по американским меркам, да, дешево. Потому что ты говоришь, брал за сколько еще тогда? Я за 700 четверку новую брал. В Америке еще. Да, да, да. А тут за 400... Нет, не четверку, пятерку. Четверку. В том-то и дело, белую четверку. Это же 2011-й был. Ну, вот, 400 баксов. То есть, возможно, сейчас все наберут вообще Apple'а в Америке. Хотя, я ведь... Кто еще не набрал? Кто не набрал? Собаки дворовые, что ты бомжи. Ну, кстати, пусть пацаны тебя в Европе набирают. Ты говоришь, там не особо пацаны по Apple'у-то прикалываются. Ну, там, понимаешь, я напомню, они все по контрактам именно живут. Именно по... Да и в Америке все по контрактам. Ну, в смысле, да, по контрактам, понятно, по контрактам с оператором. Ага. И в Европе айфоны дают только за самые топовые контракты с оператором. Тарифы, я имею в виду. Типа там, как у нас в Билайне, все за 700. Вот именно у самых дорогих. Там безлим, все, 7... Да, 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 и большинство европейцев мне просто говорят, нахрена мне, типа, 700 минут и 7 гигов, если я, там, 400 даже не... Ну, потому что за это дадут еще iPhone. Ну, да, ну, нахрена мне переплачивать? И ты не сможешь его физически убить? Да, да, да. Потому что, блин, iPhone лучше работает, чем твое говно. Ну, вот, все, ты как в стену ударяешься, и я, ну, ну, че, ну... Ну, да. Окей, iPad Pro, кроме этого. Скажу, одна из... Вот еще эти желтых новостей. Одна из горожанок в Кельне, которую насиловали. Так. Она у себя в Твиттере написала, то есть, несмотря на то, что я изнасилую, типа, бедные иммигранты, типа, я понимаю, что вы хорошие люди, и мне жаль, что вас, типа, судят, там, говно за то, что вы меня изнасиловали. А, нихрена себе. То есть, представляете, насколько деградировать люди должны, чтобы вот так у них логика работала. Там толерантность, я понимаю. Вот, то есть, толерантность, она уже настолько у них в крови, что просто я не знаю. Так вот, следующий девайс мне немножко отклонились. Следующий девайс iPad Pro, который будет... То есть, именно Pro-версия для крутых пацанов, где можно пользоваться Apple Pencil вот этим стилусом. Она будет 9,7 дюйма. То есть, она будет такая же, как... Музыри iPad Air. Да, iPad Air. То есть, они, в принципе, нихрена не переделывали фабрики под девайсы, они, как бы, все так и оставили. Вот. Такая будет штука. Ну, можно не углубляться, просто будет дорогая охренотень. Минимум за 53 кассика рубасов. Знаешь, в чем можно углубиться? В том, что младшая модель, то есть, вот 9,7 iPad Pro, у него камера от 6 Тески, 12 мегапиксельная. А у дефолтного iPad Pro хуже. Охренеть можно? Да. То есть, ты можешь вот на эту бандуру еще снимать. Но 9,7 не очень бандура, в принципе. Ну, появили, кстати, на 256 гигов iPad. Хорошо. Причем и маленький, и большой просто добавили в линейку, так скажем. Вообще нормально. Можешь такое снимать сразу. Вот. Ну и штука, которую мы дальше еще обсудим. iOS 9.3, которая и как бы и фокапнулась, и не фокапнулась. Надо еще посмотреть. А я могу так сказать, для iPhone 5s, для iPad 2 и iPad mini первого поколения уже отозвали обновление, потому что оно кирпичит некоторых. Тем не менее, фокапнулась. Кстати, по-моему, в этом обновлении 9.3, если ты делаешь Unix Time, ну, Unix Time 0 или 1. А, да, да. 01.01.1970, то вроде тоже кирпичит. Ну, вот я не помню, это в 9.3 или не в 9.3. Мне очень хочется пробовать. Ну вот. Так вот. Короче, ну, тут чувак пишет, что просто в ней появился ночной режим Night Shift, изменяющий цветовую температуру дисплея. Он так красиво пишет, цветовая температура дисплея. Я пытаюсь найти, не могу. В зависимости от времени, суток, защита определенных записей в заметках с помощью пароля и Touch ID. Горизонтальный режим в Apple News, который в России не работает. И многопользовательский режим на iPad, который будет полезен для учебных заведений. Улучшения коснулись приложения здоровья и поддержки Apple Car. Ну, короче, всем, чем мы в России пользуемся, Apple Car, короче, я езжу. Ну, все важные для нас вещи, конечно, да. Да. Ну, пойдем дальше. ТВ ОС, новый апдейт для Apple TV, но только для нового, который с тач-пультиком. Я так понимаю, что это уже даже круче твоей версии на одну версию, то есть через одну. Ну, через одну, то есть на две круче. Да. И новые ремешки для Apple Watch. Ну, да. Кстати, стоимость самих часов упала теперь от 300 долларов алюминиевые, но у нас, по-моему, от 28 или сколько мы смотрели? Да, ну, так же, да. Короче, до хрена. Это спорт комплектация. Да, да. Короче, в общем, вы поняли, мы ходим тут с Саней в часах и нормально. Естественно, и с 6 тесками, айпадами Pro на 256. Вот, следующая, короче, новость, Apple убила собственный, собственный браузер, конкретно про Safari. Супер-желтый логотип. Вообще. Логотип, заголовок. Здесь очень крутая для наших слушателей фотка Джонни Айва. С зрителей, для слушателей-то, а, или ты для них пытаешься писать. Да, фотка Джонни Айва, который как бы показывает рукой, как он всех бы сжимал за яйца. Так вот, здесь написано, вы просто неправильно его держите. То есть, он показывает, как правильно его держать. То есть, не то, что мы зафейли, это вы неправильно его кушаете. Так вот, не сладко сегодня приходится сотрудникам службы поддержки Apple, которые вынуждены выслушивать жалобы относительно новой проблемы iOS 9.3. Так вот, короче, способное сделать использование браузера Safari практически невозможным. Ну, короче, в общем, тут пишут, что все разрываются, Apple Support разрывается, что все пишут им. Про то, что, короче, проблема, которая началась на 6s и на 6s Plus в айфонах, и которая быстро перетекла и в старые девайсы, короче, если ты открываешь, допустим, ссылку из почты, или ссылку из iMessage, или ссылку, короче, ну, из любого другого приложения, и она у тебя открывается в Safari по дефолту, она у тебя и не... ты не можешь это сменить ни на Chrome, ни на что. Ну, понятно, да. Мобильный, да? То есть, ты открываешь на мобильное Safari, оно виснет, и так виснет, что ты его не можешь не выгрузить ничего, и все, зависает по полной. И ты не можешь вообще ничего с этим сделать, короче, и, пожалуй, не помогает ни выгрузка приложений из памяти, ни перезагрузка устройств, ни даже сброс до заводских настроек. То есть, у тебя так залипает Safari, что по полной залипает. Да уж. В то время, как служба поддержки Apple хранит молчание, пользователи нашли способ, как вернуть возможность открывать ссылки в Safari. Нужно, короче, выключить просто JavaScript, о котором мы говорим весь выпуск, собственно. Ух ты. То есть, все-таки работает. У меня просто, я тебе так скажу, я понял, у меня сегодня была эта проблема. Я хотел вам кинуть свои ботиночки, в новом цвете вышли, и я как раз из почты открыл ссылку, и там, да. Хорошо. Не грузил. Я только сейчас понял, какого хрена. Я думал, просто у меня 3G отвалился, я, наверное, on the go был. Ну вот, да. Поэтому ты не можешь никак ни хромом, ничем не починить, ни любимым другим мобильным браузером. В общем, Safari 3, так скажем. Я не знаю, насколько сейчас это все починили, не починили тебе там апдейты на iOS. Мне прили... нет. 9.3 по-прежнему не было, 9.3.1. Кстати, iPhone 5 и iPad 2 не получат поддержку ночного режима в iOS 9.3. Я поэтому сейчас и не смог включить, потому что, да. Понятно. То есть, они все-таки заставляют... У тебя-то на 6s+, наверное, работает. Попробуй потом. Сейчас, хорошо, я на часах попробую, на своих, на CarPlay. Окей, короче, в общем, немножко фокапнулись, точнее, сильно фокапнулись, я считаю. В общем, при Стиве такого не было. Да. Пойдем дальше, короче. Просто неправильно держите, напоминаю. Алексей Атаманов, собственно, предлагает нам еще новость. Более углубленный взгляд на Safari AS9.3. В общем, что они там сделали? Что они там сделали в Safari конкретно, да? Короче... Ну, я могу тут перехватить тебя на секундочку. Адаптивное изображение, Picture Element, короче, теперь поддерживается. И на iOS, и на Mac. Потому что на Mac тоже обновилось 11, сколько-то там, 4, кажется, теперь. То есть... 10, 11, 4, да. Та хрень, которая в Chrome уже вот... Да, миллиард лет назад. Вот здесь был раньше только SRC Set поддерживался, а теперь и Picture Element тоже. Так. Что характерно, сам V3C Consortium так и не договорился, какой из них главный. Ну, вот, да. Хорошо. Быстрый тап. Наконец-то убрали 300 миллисекунд... 300? 300... 300 миллисекундную задержку. Знаешь, нажмешь на ссылку, она сняла серым мигнет и только потом загрузится. Вот это наконец-то убрали. Охренеть. Да, потому что... Ну, это только на iOS, то есть на компьютерах этого и не было. CSS переменные как раз поддерживаются, о которых мы поговорим теперь через неделю, потому что сегодня не хватило времени. CSS will change. Тоже такое свойство, в котором мы говорим, что вот изменится там трансформ. И за отдельно уже GPU слой на железе выделяется и быстрее работает. Так. Жестовые ивенты на Mac'е появились. Именно на iOS 2.0 еще были. Всякие типа там увеличить, добавить. Хорошо, на iOS 2.0 это хорошо вообще. Вот теперь на Mac'е появились. Ну, причем именно через API. То есть они так-то и так есть. Я сейчас зрителям это показываю. Но вот теперь именно через API можно это ловить и там жопу показывать в этот момент. Прикольно. Ну, у меня ни на что больше не хватило сейчас. Чего? Воображение? Новые диалоговые окна теперь как в хроме выглядят. Ну, собственно, ты можешь продемонстрировать на Mac'е это или нет? Или оно только на iOS? Да, как тебе сказать? На Mac'е оно уже у меня в бете какой-то появилось. На iOS тоже. Вот эти закругленные окна, короче, превратились в более квадратные. Менее закругленные. Менее закругленные, да. Border Radius, короче, сменили нормально. Ну, типа того, да. Так, ну здесь еще про shrink to fit атрибут для viewport'а, который так никто и не понимает. И говорит, давайте посмотрим, что это значит. Ну и он говорит о том, что на Mac'е можно в фуллскрине несколько устройств вот так поставить. И самое тупое, что когда вы ставите их в несколько устройств, он сжимает не viewport, а масштаб как-то уменьшает. Ну, короче говоря, с помощью этого атрибута можно все-таки именно viewport сужать. И, грубо говоря, когда ты его сужаешь, он не уменьшенный десктоп тебе показывает, а как будто ты на iPad'ике или на iPhone'чике. Отлично. Ну, короче, кто знает, тот поймет. Вот так я могу сказать. Удаленный инспектор элементов добавил... Несколько фич. Ну да, те же фичи, которые просто в Safari добавились, теперь в удаленном инспекторе, когда вы iPhone подключили по проводу, можете также их смотреть. Прикольно. Ну и некоторые мелкие изменения, типа лучший рендерится Canva, CSS Border Image там добавили. Видимо, что-то вот это добавляли, и JavaScript все похреначил там у них. А, ты имеешь в виду, возможно, из-за одного из этих изменений, и, ну, может быть, может быть, не знаю. Здесь, как бы, есть комментарии, причем, самое вообще хипстерское, что можно, здесь виджет комментариев Google Plus'а встроен. Я видел, потому что моя сразу аватарка поймалась там все. Да, 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 ой. Да. Ладно, давай дальше. Дальше, собственно, такая тема уже более бодрая про Apple, мы, как бы, все еще не отходим от них. Тема вспышка. Тема вспышка, да. Да, OS X, именно OS X, то есть 10-я версия, 15 лет ей исполнилось. То есть в 2001 году, 24 марта, запустили вот эту 10-ю Cheetah. Вот это. У Cheetah гепард переводится, да, у них кошки же. Вот, так что, собственно, давно здесь сидят они. Празднуем, да. Да, а у тебя, подожди, с какого, с какой версии у тебя... С... Да, да, да. Перед лайном, перед лайном. Сноу леопард, да, ты прав. Охренеть, лучше меня знаешь. Окей, последняя тема, короче, из этого блока, смерть инстаграма для брендов. Представляешь, у меня на свадьбе будет вопрос для гостей, кто лучше меня знает. Какая первая версия у Санька была Мака? И ты такой, снова леопард, и тебе хоп, и кружка выигрывает. Отлично вообще. Да, ладно, идем дальше. Так вот, последняя тема из блока, собственно, смерть инстаграма для брендов. Короче, тема, которая написана на TechCrunch, очень хреново, на самом деле, освещает все, потому что, короче, типа, они здесь пишут, что на этой неделе, в начале этой недели, инстаграм поменяет свои алгоритмы выдачи. Уже поменял здесь написано. Здесь написано, что поменял, да. Мы как бы загуглили, ни хрена не поменял, как бы, действительно. То есть, все еще пока по-старому. Инстаграм все еще выдает твою ленту, как она и должна быть, в порядке очереди, так скажем. Так, или стека. Да, но они вот несколько месяцев будут тестировать все, смотреть на отзывы. На Ирландии проверять. На Ирландии проверять, да. Ну, это же фейсбучное, то есть, я поэтому, да. И будут менять выдачу примерно так же, как в фейсбуке. То есть, да, будут вам интересные всякие штуки вперед. Возможно, вы даже не зафоловили этих людей. Вот, но потихоньку... Они сначала просто сделают, что более интересных чуваков из ваших подписчиков показывают. То есть, сначала вы будете там, возможно, видеть какого-нибудь там известного чувака, а потом в конце там ваших друзей, которые вам вообще нахрен не интересны, да. Хотя, скорее, они вам больше интересны. Вот. Но потихонечку они будут уже и рекламу вкрапления делать, потому что они пишут, что на фейсбуке-то все охрененно растет. И выручка растет на фейсбуке, и чуваки смотрят больше на фейсбуке, так сказать, опять же, и теншин там и т.д. Ты имеешь в виду, что это... Конверсию повышает. ...оправдано с точки зрения увеличения. Да, они, конечно, посмотрели, что вот весь мир, который... А то есть Америка, которая сидит на фейсбуке... Это весь мир. Это весь мир, да. Они больше платят, они больше смотрят, короче, и поэтому этот алгоритм хотят применить на Инстаграме, чтобы, опять же, монетизировать больше Инстаграм. Вот такая новость, короче, будем... В общем, смерть Инстаграма. Угу. Вот, собственно, можно переходить к блоку WordPress. Я, правда, не представляю, что там. Но давай. Да как тебе сказать, что там? А вот... Я прослушал. Угу. Сколько они месяцев-то тестировать будут? Да несколько месяцев. То есть просто сун, что называется. Да, да, да. Каминг сун, понятно. Фью, фью, ман. В основном, несколько новостей про новые плагины. Первый из них я просто сейчас смотрел в Инстаграме, как раз нихрена не хренили пока. Пишите CSS в кастомайзере с помощью плагина Advanced CSS Editor. Короче говоря, я это видел во многих, так скажем, премиум темах. Когда прямо в кастомайзере есть блок CSS, и там можно писать. Но здесь отличие этого плагина выгодное тем, что прямо в реальном времени применяется. Очень круто. Ну, если... Пусть X, кастомайзер, это круто. Тогда очень круто. Но на самом деле я, конечно, кастомайзер считаю говном, поэтому да. Хорошо. И на WordPress 4.5 особенно это будет круто работать, потому что там добавят такой API, как Selective Refresh. И можно будет обновлять только те элементы, о которых мы пишем в CSS. И там еще, заметь, можно выбирать на каком экране, то есть там типа медиазапрос будет, что у пэшек только на телефонах добавлять отступ. Ну, короче, блин, прям... Типа круто. Программирование мышкой. Хорошо. Здесь также нам говорят о том, что релиз 4.5, опять же, да. У него будет много улучшений кастомайзера, потом посмотрите в других соответствующих видосах. И поскольку будет имплементация вот этого выборочного рефреша для виджетов, а я тебе, Никита, напомню, в кастомайзере можно теперь и меню, и виджеты менять. Сайдбары, так скажем. То нам нужно ADD Theme Support в темах прописать. Кастомайзер, Selective Refresh Widgets. А то они будут работать, потому что фича все еще экспериментальная. Вау. Не забыть вписать в темах. Хорошо. Так, кроме этого, у нас тема WordPress принимает новые стандарты accessibility для тем и плагинов для, ну, собственно, для директорий. И они соответствуют стандартам V3C, которые называются VCAG. Я не знаю, как расшифровывается. Веб-контент accessibility guidelines. Узнал, как расшифровывается. Хорошо. Короче, это прям стандарты, чуть ли не мировые. И уровень AA, WordPress теперь отвечает. А-а-а? Да, что включает в себя HTML-семантику, цветовой контраст. Катраст. Контраст. Аль-катраст. Да, клавиатурную доступность. Ну, видимо, чтобы там табаться можно было между формой, опять же, не знаю, какую, но вот да. Изображение и иконки, и лейблы. То есть будут теперь в директорию принимать только accessibility-ready themes. И обсуждается создание какого-то плагина, который будет автоматически проверять. Типа вам сказать, блин, вот у вас тут вот дерьмовые. Нейронная сеть. Нету лейблов там у картинок или что-то такое. То есть, да, нейронная сеть у нас с тонкой нитью по всему подкасту проходит. Так что посмотрим, посмотрим, как быстро они это прям запилят. Я имею в виду автоматический плагин. Я думаю, нам на WP-Tever мне об этом расскажут. Следующая новость. Новые версии WP-CLI после 23.0. Ты просто напомни нашим слушателям и зрителям, что такое WP-CLI. WP-CLI это консольная утилита для управления WordPress'ом. Для обновления, установки тем плагинов я постоянно ей пользуюсь на локалке. Это тупо быстрее, чем заходить в админку и что-то там накатывать. Ты настолько ей пользуешься, что даже снял видео на этом канале. Да, да. Оно уже, конечно, немного outdated. Но все равно. В хронологически. Но по смыслу все еще работает. Но наша новость-то как раз о том, что версии до 0.23 не будут работать с WordPress'ом 4.5. Фак, надо переснимать. Да, и как раз придется переснимать, потому что там прям изменения некоторые в работе. И надо обратить внимание, если вы обновляете WordPress, а там меняется поведение с тем, как он подгружает настройки только из WP-settings.php. А WP-CLI использует кастомный WP-settings CLI-PHP. И вот там у них конфликт. Блин, я так хотел, знаешь, на старое видео сконвертировать наших пользователей, слушателей и т.д. и т.п. Можно сконвертировать, еще успеть. Да они не установят 4.5. Ну, не важно, оно имеет, так скажем, археологический интерес. И надо же только саму версию обновить. Команды-то те же самые. Ну да. Фредерик Тоунс, более известный как автор плагина V3 Total Cache, отмазывается, что все нормально, мы не забросили плагин. А в чем была проблема? Проблема была в том, что плагин 10 месяцев не обновлялся, а недавно обновился только для того, чтобы пропал вот этот бетч, не тестировавшись с вашими версиями WordPress. Обновили, просто чтобы дописать, что тестировался, что с 4.5 нормально работает. И он отмазывается на самом деле, ему Джефф прям написал, типа, Фредерик, ты это, ответь, какого хрена? Он пишет, слишком много нам в саппорт пишут, мы зашиваемся, практически некогда делать плагин, только платный саппорт оказываем. И то все плохо. А и то их недостаточно, чтобы команду расширить. И вот Джефф говорит, что мы час по скайпу с ним разговаривали, как раз по этому поводу, что вот, да. И он говорит, я хочу прям, чтобы V3 Total Cache жил, будет жить. И типа... В общем, хэштег V3 Total Cache живи. Да, и здесь как раз о том, что... Вот так вот большие комьюнити такие... Проекты с большим комьюнити очень часто становятся рабами своих проектов. Своего комьюнити. Так рабы-то нельзя, наверное, слово говорить? Подожди. А V3 Total Cache-то, надо сказать, хороший плагин. Он хочет сконвертировать на старый видос, мы тоже про него снимали, и там прекрасно на самом деле. Я, кстати, вот ленюсь в последних подкастах делать подсказочки, просто потому что и так тайм-коды сраные пошли. Так там надо вот именно в этом во всем. Там надо тоже команду нанимать, как и Фредерику, чтобы за этим всем успевать, поэтому да. Но надо делать. Ну, счастливо, дослушайте, не поленитесь посмотреть у нас на канале. Да, прям посмотрите, там круто. Твои темы пошли. Окей, научпоп, последний наш раздел интересненький, в котором мы такой завершающий раздел, в котором мы уходим в закат, так скажем, в закат этого подкаста. В общем, две темы. Как работает нейронная сеть? Мы, собственно, вам немножко расскажем про ту тему, про Трампа, который, как его сделали, видео. Здесь, оказывается, есть такая хрень. Мы, как бы, не сильно вникали раньше. Ну, я так скажу, я знал, что она есть, а Никита даже и не знал, что она есть. Да, но вот, оказывается, есть такая хрень, Deep Dream от Гугла, Google Research. Они, такую хрень, нейронная сеть, которая, как бы, преобразует именно изображение, как я понимаю. Да, она его анализирует и ищет там всякое. И ищет, да. То есть нейронная сеть, которая анализирует изображение и ищет что-то похожее, видимо. Что-то похожее на Source, который ты ему подсунешь. То есть надо Source именно на какую-то картинку подсовывать, чтобы изображение переделало. Да, да. Так вот. Здесь, собственно, сразу есть, как переделается, картиночка вот этих вот Газуль, Газгазель, Касуль, я не знаю, кого. Но неважно, здесь есть дальше охрененная гифка, как, собственно, под катом психодел нам пишет. Вот. Охрененная гифка, как она тоже переделывается в различные изображения. Там прям есть сурсы на гитхабе, как видосы конвертировать в такое дерево. Да, есть несколько видосов, собственно. В общем, охрененный видос вот этот вот с... Блин, ну просто с дискотекой, конечно, посмотрите, психодел. Вот. И можно перейти дальше. Он пишет, что на хабре появился перевод поста, с которого все и началось. То есть можно перейти на него. Здесь-то как бы такая обзорная статья, а вот здесь именно как нейронные сети рисуют картины. Но я все-таки дискотеку-то включил, там нормальная тема. Да-да-да, там хорошо, забирают вообще. Так вот, Google в блоге поделились, собственно, этой хренью, нейронной сетью. И они рассказывают, как что происходит, если подсунуть вот этой нейронной сети просто абсолютный шум и рандомный шум, чтобы нейронная сеть начала рисовать картины. На ее вход подается изображение рандомного шума и ставится задача найти в нем определенную форму и утрировать ее. То есть, грубо говоря, ты все равно задаешь некоторые алгоритмы этой нейронной сети, что ты хочешь нарисовать банан. Конечно. И она рисует его реально, да. То есть, и здесь чувак показывает еще, что, допустим, гантелю в некоторых случаях можно выявить явную ошибку в обучении вот этой нейронной сети. Система не смогла нарисовать правильную гантель. Скорее всего, при обучении она видела гантели именно в комплекте с рукой, будем говорить. Да, очень смешно. Да, ты психотелл, такие обрубки. Вот, нижние слои. Нейронной сети можно и не задавать, конечно, результат. Просто если ничего не задать, она просто будет преобразовывать картину. Вот. Ну, немножко проскроллить. Вот чувак тут задавал, чтобы небо преобразовывать в разных животных. Собака, рыба, там, птица, верблю, свинья, улитка. Очень тоже красиво получается. Интересно. Хорошо вообще. Отлично. Дальше он задавал для разных картинок, опять же, к животным и к картинам. В общем, получается прикольно там. Из ёлочки получилось такое здание. Из горизонта башни и пагоды. Да, да, да. Ой, там дальше он, короче, вообще просто практически подсовывает, опять же, шум. И там у него начинается выходная картинка. Просто там жесть всякая. Охрененные какие-то соборы, какие-то пейзажи, какие-то пагоды. Да, да, то есть, ну, до свидос. В общем, вот такой прикол. Вот эта сеть имеет от 10 до 30 вложенных слоев с разным уровнем адстракции. Чтобы нейронная сеть начала рисовать картины, на её вход подаётся, ставится задача. Техникаинцепционизм, понимаешь, как называется? Да, то есть, инцепшн, именно, что... Помогает понять и визуализировать, и простить, естественно, как нейронная сеть выполняет задачи классификации. У нас есть один пример. Я вам сейчас покажу следующие вкладки. Ну да. Там жутенько довольно-таки, жутенько. Да, почему-то получается именно жутенько. Хотя, казалось бы, да. Но он глаза почему-то именно ищет здесь. То есть, это ж... Это ж какого-то сайта, это ж не с гугла, а практически deepdream.com, типа того. И там, видимо, у них свой алгоритм, что искать в основном животных и глаза. Ладно, давай перейдём к последней нашей научпоповской теме. Как измеряли Луну? В общем, статья рассказывает про то, что до Луны-то было сложно долететь раньше. Да ну нахрен, а сейчас легко? Сейчас легко, всё вообще. Илон Маск спокойно, все модули тебе откинул, они все вернулись, ты улетел, всё хорошо. Улетел, всё вернулось. Всё вернулось. Да, так вот. А раньше было сложно добраться на самом деле до Луны, поэтому чуваки в СССР ещё придумывали всякие способы, как это обойти. И они... То есть, они... В чём была загвоздка? Чтобы узнать свойства поверхности Луны, да, надо было прилуниться. А чтобы прилуниться, надо было знать свойства поверхности, собственно, чтобы прилуниться. Ух ты, охренеть. Поэтому ты как бы не мог сесть на ракете в какое-то дерьмо, которое, допустим, из жижи состоит или из пыли, да? То есть, ты должен был понимать, что вообще такое Луна. А в 60-х годах не знали, что такое Луна, из чего она состоит и как бы, что там что-то твёрдое или жидкое или газообразное. Так вот, короче, чуваки придумали несколько девайсов, которые они поставили на Земле. Для решения задачи в СССР начинаются наблюдения по методу искусственной Луны. В разных районах Советского Союза ставят мачты, на которых поднимаются и опускаются диски диаметром нескольких метров. Искусственные Луны. То есть, здесь есть вот на фотке, собственно, такие диски, которые крутятся, как я понимаю, и отражают. Ну, Солнце тоже, как бы Луна же отражает Солнце, поэтому, собственно, и вот. Диск размещался на горе, радиотелескоп под горой. И они как бы направляли туда радиоволны. Начало 60-х, здесь такие очень эпические картинки, действительно. Сегодня Крым, как вот это раньше выглядело, вот он на горе стоял, собственно, и это обломки уже. Я причём был в Судаке, не видел, конечно, эту хреновину, но да. Окей, диск имел те же угловые размеры, что и Луна, и находился на той же высоте над горизонтом. Поверхность диска представляла собой абсолютно чёрное для радиоволн тело. Вот, вот тут, собственно, обломки этого чёрного. Это под этот, под яйца подставочки. Это как в студиях для звукоизоляции конус. Согласен, это оно, это оно. С помощью радиотелескопа команда под руководством профессора Всеволода Сергеевича Троицкого измеряла интенсивность инфракрасного и радиоизлучения от диска. И они посылали всякую разную длину волны от 0,80 мм до 70 см, то есть охренеть, разные волны посылали. И просто смотрели, как, собственно, реагирует эта шняга. И тут здесь картинка, вот диск, нуль и Луна. Затем диск опускали, измеряли радиоизлучение от неба и настоящей Луны, сравнивали с эталоном. И как бы они просто сравнивали, чтобы у них получилось конкретно... Ну прикольно, дельтой мерили, так скажем. Да-да-да, мерили. Ну тут здесь, собственно, пишут, что кого. И пишут, что они получили точность. Здесь немного неправильно написано же. Точность измерения резко улучшилась от 20% до 1,2%. Именно погрешность, я так понимаю, уменьшилась. Да, видимо, да. То есть настолько точно померили, практически 99% схожесть с Луной. Ну и они поняли, что там. В общем, радиолокаторы определили коэффициент отражения радиоволн. Зная, что коэффициент зависит в основном от плотности материала, и они как бы изучили плотности. Они поняли, что там земные горные породы действия, это бла-бла-бла. Короче, в общем, они в 2-5 раз легче, чем земные породы. Лунные породы. Ну, на пенопласт там, то есть вместо земли. Да, да. С помощью радиотелескопа исследуют собственное излучение Луны. Короче, здесь написано, что теплопроводность грунта мала. Там такая хренотень. Она как бы... Сейчас я найду, тут именно написано, из чего она состоит. Собственно, есть видео от троицкого цены. Нет, тут написать 7% оксида кремния, в скобках кварц. 16,5 оксида алюминия, в скобках корун. 7,5 оксида железа. Ну вот, ну, как бы не газ, как Юпитер. Да, да, да. Там-то-то свидет. Все-таки твердая хренотень, на которой можно прилуниться. Хоть и пористая. Да, в феврале 66-го 100-килограммовая станция. 100-килограммовая всего. То есть сейчас у Илона Маска, мне кажется, там тоннами весит хренотень. Да подожди. Я так думаю, может быть, поэтому там и гравитация маленькая. Потому что сама Луна мало весит. Ну да. И к ней ты слабее из-за этого притягиваешься. И продавливаешь пространственный временной континуум по Эйнштейну. Вот, и видишь, тут именно характерна очень большая рыхлость, пористость, то есть пористая Луна. Пенопласт, я уже сказал, да. Так вот, вот эта хренотень, станция Луна-9, совершила первую в истории мягкую посадку на другое небесное тело. Фотоснимки показали, что в месте посадки отсутствует толстый и рыхлый полеватый покров, в котором мог бы утонуть лунный корабль. Что поверхностный слой обладает достаточно высокой несущей способностью. И что самое главное, опасность при посадке аппаратов, по-видимому, будет представлять не пылевой слой, а неровность рельефа. Это как ямы под этим, под лужами. Вроде не видно, на лужах, хоп, и да, пол, колесо пробило. Да, 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 да. И вот можно, собственно, у своей Луны-9 колесо-то и пробить. Ну вот, собственно, фотка самого. И как бы, вот такая интересная тема. То есть вот как раньше изучали. Я только вот не понимаю, какого хрена мы первые отправили станцию, а людей не отправили. Ну, понимаешь, это все-таки более серьезная тема. Это колонну маску, уже все вопросы. Ненавижу. Я добавлю всем в конец такой вот одной строкой. Реголит это хороший диэлектрик. Его диэлектрическое проницаемое все равно 3,36. Хорошо. Да. И надо переходить к завершению. Здесь у нас есть, так сказать, этот... Обоинка? Обоинка, да. Я причем, даже не знаю, как найти. Скинь меня сейчас в этот, в Телеграм последний. Или лучше скинь в Slack, в Чикс куда-нибудь. А ты хочешь найти, как мы ее преобразовываем? Измененную версию, да, чтобы не скучно было. Сейчас, 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 сейчас найду, подожди, да. Я как бы ее уже нашел, просто, блин, как ее сейчас, forward-нуть? Да. Я сейчас просто ее... С правой кнопкой copy image. Я говорю уже в Slack. Ну ладно, похрен. Не, почти-почти, копии есть. Так. Slack. Chicks. А это у нас Chicks, кстати. Там вообще нормальные. Ну там, да, там вставляется и все сейчас летит. Uploading. Ну вообще, ты сначала скажи, что ты видишь на этой картинке. Здесь картинка, на самом деле, немного попроще, с одной стороны. Это некая безмятежность, как бы. Тут есть такое... Это оазис, да, или как это называется? Когда горы, и посреди хоп, и не с хрена... Уазис в основном в пустыне, но можно метафорически сказать, что здесь тоже. Да. Ну вот, как бы, блин, ну вот это, опять же, наш подкаст, я думаю, это озеро. Нет, естественно, этот водоем, этот наш подкаст. Я, причем, знаешь, почему? Я обосную. Это не пустые слова. Я вот неоднократно читаю историю. Вот вроде земля, да? Вот вроде у нас уже миллиард спутников, мы все знаем. А все еще иногда находят какие-то скрытые долины в Гималаях, которые только на вертолетах даже не долететь, надо сквозь сто пещер пройти, чтобы туда попасть. Вот одна из таких долин, это наш подкаст. Мы как бы незаметны на земном массиве Ютьюба. Но если нас уже найти, то там просто кладезь всяких материалов и так далее. Ну, ты можешь открыть теперь преобразованную. Я могу, да, преобразованную теперь версию открыть. Как ты думаешь, кто вот эти вот? Это не наши слушатели? Я не знаю. Вот тут парочка наших слушателей сидит. Я уже вижу, у которых две башки с разных сторон, без жопы. Такие животные. Вот нога у одного из наших слушателей. Причем три почему-то, не четыре. Потому что так и зрители, получается. Нет, нет, зрители, они в небе. Вот все вот эти вот конусообразные павлины и всякая дичь. Боровая, возможно. Это наши зрители. Тут один из страусов, он подходит на водопой к нашему подкасту. Это те, кто комментирует. Они причащаются, будем говорить, приливают. А это страусы, сэр? Нет, у меня, у меня видится тут пара страусов. В общем, напишите, что вам видится. И кто из нас, кто тут? Да, где, где, где здесь кто? Я вам напомню, что подписывайтесь на соцсетях ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. Ставьте отзывы и пишите... Тьфу, нахрен. Пишите отзывы и ставьте звездочки. Ставьте отзывы и пишите звездочки. В iTunes. С вами были Никита Тарасов. А я Александр Гончаров. Пока. Пока. Preparing to record. Press shift. Command 2 to finish. Алексей Атаманов про новинки Apple. Работа, стикеры, фоточки с отпуска. Научпоп Никита. Погнали.